Я читал журнальную статью. Журнальная статья была приняющая о том, что у нас существовала еще одна личность, помимо кириллицы, всем вам знакомые, на которые мы сейчас живем, и помимо глаголиц. Потом я узнал, что в принципе на руси глаголицы не писали, писали не славяне, но у нас писцы ее знали. Вообще, говорят, два вида письма для любой цивилизации много. Вообще считается, что если люди не обладают своим видом письменности, они стоят на уровне дикости, или они зающе другого. Но если у людей есть свой тип письма, скажем, ораков, например, геронические письма у древних германцев, это уже уровень цивилизации. Если платье письма, это уже уровень высокой цивилизации. А у нас тогда появилось, выяснилось, что существует еще один тип письма, слоговое письмо. Ну, кремль я вообще называл письмо, не включая это в язык. А потом выяснилось, что он назывался руницей или руны Макоши. Получается, три типа письма. И это уж извините, вообще ни в какие работы не лезет. Нет такого аналога в мире. Вот получается странная вещь, что вроде бы мы, вот по знаниям трех различных типов письма, вроде бы первая нация мира. Почему мы так поздно появились? Дальше вы, наверное, знаете, что очень многие наши писатели, наши научные работники, наши ученые, которые говорят, что русский язык – это великий, но лучший язык. Если мы обращаемся к словарям, например, есть космологические слова из паспера. Хотя, кстати, это всегда меня просто в тупик вставит, да? Лучше паспера происхождения русских служниц, да? Вот немец паспера знает лучше, чем вокруг про Россию. Точно так же, как, например, лучший учебник по русскому языку считается Цитмара Эль Яшевича Розан Талли. Вот Розан Талли знает русский так, но никакой его нет. Вообще-то странно, конечно. Я, в принципе, не видел, чтобы за границей кто-нибудь говорил, «Знаете, что учебник Брифта, допустим, Бабанова лучше, чем там, допустим, какого-то местного». Вот. Это я к чему говорю? К тому, что, когда читаю этимологические слова из паспера, поясняется, что почти весь физический фон русского языка заюстил из других языков. Тогда непонятно, как великий и могучий мог образоваться, если мы с мира погибли кебетку на рубашку. Вот. Я привожу пример. Как-то я разговаривал, у меня несколько было террористских студентов и студенток. Я их спросил такую вещь. «Как по террористке будет хорошо?» «Якши». «А как будет замечательно?» «Якши». «А как будет великолепно?» «Якши». «Нетрудно догадаться». «А как будет превосходно?» «Ну, вы уже дальше показываете. Якши». Вот мы начинаем смотреть и выясняется, что оказывается далеко не на все языки можно перевести все тонкости русского языка. Пушкин писал простейшие стихи. «Ветер помоле гуляет, и корабль подгоняет, и он бежит себе в окнах на работах». Ну-ка на английский переведите. «Ветер помоле гуляет, якши». Нет у них такого выражения, что «ветер гуляет, дует, да». «Кораблик». Что такое корабль? «Лидлшит». Вот так называют англичане. Они не поймут, что такое «лидлшит». «Кораблик». Это немаленький корабль. Это скорее ластевое отношение к кораблю. «Подгоняй». 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 Короче, я уже не говорю там «арин», «арин». Они сразу поймут. До сих пор нет ни одного хорошего перевода. «Пушкин» – англический язык. Если вы спросите любого англоговорящего человека, кто такой Пушкин? «Пушкин». «Пушкин». Они не знают, кто это Пушкин. Потому что нет хорошего перевода. Вот у нас есть замечательный перевод Шекспира. Шекспир Порошки звучит лучше, чем Шекспир Павловский. Почему Шекспир Павловский написал на древнем английском языке? На свете английском вообще. Его уже многие современные англичане не понимают. Это как-то другой язык. Он изменился в завязании нескольких веков до неузнаваемости. Ну, например, там было расследование от второго отца единственное число «ты». «Вау» по-английски. К восемнадцатому веку исчезло. Поэтому, если там говорится, уже отличание не понимает. Ну, только «ю» – это множество условий. А «ты» там нет в современном английском. Ну, и так далее. Это я просто не знаю, почему. Английский изменился быстро. Почему? Потому что, на самом деле, все германские языки, как объясняются, они появились на платье администратора русского языка. Вот у меня есть такая книжка в Агре. Она говорит о том, что Германия, когда была просто русской, ярой русской. Потом туда пришли тюркские племена и стали говорить на своем произнесенном диалекте русского языка. Сейчас я вам покажу книжки и немножко воспроизводим отчетки и говоря про них. К сожалению, когда я в эту поездку поебал много книг, я менять не мог. Потому что просто показать, ну, раз у меня в 15-м, то вот В Агре, вояре, груще я. Вот, вы себе представляете, как чурки по-русски говорят? «Севышавый так, они товарищицы перед Харьем». И вот это «ты», 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 «ты». Все это вы можете видеть в немецком языке, в английском языке. Понимаете? Когда слова заимствуются, вы можете сказать, ну, в каждом языке заимствуются слова с ощущением. Нет проблем. Но фонетика не заимствуется. Фонетика дорогимая. Поэтому, если у тюрок верить слово «ч», верить звук «ч», как немцы говорят, они не говорят «гут», как они говорят «гут», «гут», как арганичане говорят у них тоже «т», «т» всегда с предохранилим. Вот, вы можете это узнать. Также у тюрок звук «е» постепенно переходит в становится звук «и». Когда вы учите английский алфавит, вы видите букву «е», но вы ее, как считаете? То есть, на самом деле, вот таких вот черт очень много. Значит, вот это вот, что касается книги про вага. Вот книга называется «Тайнопись на русских иконах». Ну, я сначала хотел немножко иначе назвать. Ну, все иконы, во-первых, происхождение русских. Дело в том, что различный склад, линии волос очень много есть надпись. Сначала я это заметил у Пушкина. Вот есть автопортреты Пушкина, у него бакенбар. Когда вы смотрите в большом наличии, вы вдруг видите, что это не просто бакенбар, это написано слово «Пушкин», в облигатуре. Буквакуэст, лебед, бой. Буквакуэст, лебед, бой. Буквакуэст, лебед, бой. Шесткая, грецкая, исткая. И вы видите, написано «Пушкин». То есть, когда вы не приглядываете, ну, волосы ли волосы, когда вы начинаете вглядываться, это зависит от надписи. И вот оказывается, наши стрелки так и сами. Вот на иконах очень много таких надписей. В частности, одна надпись мне очень понравилась. Иисус Христос знаменитый. Как вам нравится? То есть, Иисус Христос никогда не был евреем. И когда я эту книжку опубликовал, мне подарили книжку с названием «Иисус Христос никогда не был евреем». Книжку Коннора, он был в свое время послов в Советском Союзе. Вот такой небольшой пункт. Так вот эта книжка, сегодня о ней тоже пойдет речь. «Иисус Христос вернём Иисус Христос Руси». На самом деле все говорят, что Иисус Христос и не читается. Понимаете, слово «не читается» имеет два смысла. Один смысл – мы не можем прочитать. Другой смысл – мы не хотим прочитать. Потому что я уверен, что меня многие читали. Но все читается по-русски. Вот теперь вообразите себе, да? Итруски – это уже не мое заявление. Это заявление, так сказать, археологов. Итруски. Из города, где больше тридцати километров от Рима, основали Рим. Город называется «Черветей». Сейчас он, как она называется. «Черветей» – это сложно сокращенное слово. «Червет» – червона, а «Терри» – трули. Ну, так же, как у Терриния. Это белую, черную, червоную трули. Как в Терринии Руси. Белую, черную, червоную. Червоная ручь у нас – это Галиция, Батули. Ну, знаете. Тоже самое мы думаем. Вот теперь представьте себе. Вся западная цивилизация. Говорит, что она вышла из видов. Если вы посмотрите здание американского Сената. Чисто архитектурно он повторяет формы Римского Капитолия. То есть, вся западная цивилизация вырастает из древнего Рима. И вдруг, если сам древний Бим, растает с какой культурой? Русской. Вот это нужно западу? Нет, западу не нужно. И вот это моя книга «Удивительные приключения» имела. Вот я рассказываю. Скажем, у нас есть лучший магазин в Москве. Библию «Глокус». Вот эту книгу поставили не в отделе истории, а в отделе зотаилки. Вообще ничего не жертвы. Но, причем не в первый ряд, а во второй ряд. То есть, вот сначала там какая-нибудь другая книжка стояла, а потом нет. Вот как ее продавать? Вот. Ну, есть книжка вот «Удивительные приключения». Значит, здесь я показываю, как выгодно загружиться. Сегодня обо всем этом пойдет речь. Ну, я надеюсь, что все, кто хотел прийти, уже пришли. Вот сейчас 15 минут. Я думаю, можно уже перейти и показывать. Пожалуйста. Вот можно свет указать. Потому что пока свет не покажет. Замечательно. Значит, вот обычно в демонстрации этой книги я начинаю в политехническом музее своей лекции. Я каждый год уже, надо сказать, читаю в политехническом музее лекции. Но в данном случае я подготовил целую серию именно данных сюжетов. «Русская культура и письменность. Взгляды. Ну, тысячи лет». Следующий слайд, пожалуйста. Значит, я не просто кабинетный ученый. Вот тут я на Кольском полуострове, на Сайдозере. И вот мы сейчас с вами посмотрим одну из надностей. Мне все говорят, что я, так сказать, всякие гипоты застроил. На самом деле никаких гипотов нет. Следующий слайд, пожалуйста. Вот мы на Кольском полуострове, это Ефимова, Лидия Ивановна, руководитель, терпорской группы, следователь Гитрубарина. Она меня попросила сфотографировать, потому что никто не верил, что она там была. Вот, обратите внимание, рядом с камнем имеется надто, с которым я обвел рамочкой. Ну, вам видно или, может, не видно будет. Я ее потом продублировал, и я вам ее сейчас отдельно покажу. Но вот те, кто сидит вблизи, наверное, видят некоторые буквы. Значит, тут что на редкость удачно совпало? Есть белые лишайники, которые покрываются на мое тело камня, и есть черные лишайники, которые свои корни пускают в прорези, там, где буквы расположены. И лишайники повторяют контуры буквы. Но поскольку очень контрастно, черное на белое, это можно прочитать. Вот внизу, сейчас я микрофон беру, внизу я повторил эти буквы. В общем, кто сидит вблизи, наверное, видит. Вот, видите, R, U, S, M, H, N. Следующий слайд, пожалуйста, вы сейчас их увидите по большому упражнению. Буква R на стрелку. Вот она. Видно? Ну, огромная. Сейчас я ее еще раз не скажу. Вот. Вот такая. В фондах идет U, потом S, опять перед нами, там, 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 там. Понятно, что мы с вами привыкли к очень четким оптерам. А так же назад, пожалуйста. Да. Вот. Значит, здесь есть и другие надписи. Скажем, вот тут вот есть надписи. Русский Яр. В общем, что тут написано? Русь. Кроме того, тут вот вверху еще написано Русская Руна. Русский Яр. Маска Яра. Слово «маска» имело несколько смыслов. Первый смысл. Это действительно то, что намазывается на лицо. Сами понимаете? То, что мы намазываем, то и маска. От слова «мазать». А нам говорят, что Дед Герр заимствовал это слово из французского языка. Часто в словаре «фраспера» так написано. Простите, о каком французском языке может ли идти речь на основном улове, когда все эти надписи, скорее всего, в эпохе Верховного продавали? Какие французы? Тогда ни Рима не было. Никого не было. А русские были. Так же, через слайд. Вот искусственное сооружение. Видите, у него как бы острый нос. У него есть лапы. Вообще говоря, это очень примитивное изображение животного. И изображение не просто животного, а медведица. Медведица – это зооморфное изображение макоши. Но вот тут вроде никаких надписей нет. Следующий слайд, пожалуйста. Вот если где-то увеличить, если опять посмотреть, что лишайники делают, вот вы видите, да? Вот я сюда спроекцировал. И вот постепенно можно выявить. Вот буква Л. Вот там вверху буква И. Тут вот буква К засталась. Есть тут буква Н. Ну, видите, все наложено тут над рукой. Если вот это разложить. Это понимаете, как разгадка Римуса. Получается, макоши, да? Действительно, макоши, наверное, зооморфный и медведица. Дальше написано Ярохрам. Ярохрам – это к кому относится? И руны Рода. Руны Рода – это вот то, что мы называем Кирилльцем. Дело в том, что Род наибольше почитался в среднем, когда до Кирилла оставалось примерно еще 100 тысяч лет. Кирилл просто присвоил то, что он был достоянием русских людей в эпоху Рома. Но это уже другое дело, это уже памятник. Так что, пожалуйста. Просто вы сами понимаете, что это не может быть произведением природы. Вот тоже там же, на Святоизоре, есть такое изображение. Вот, когда вы видели артёвы, они сказали, ну да, это геологический объект. Это ледник перенёс большой камень. Ну, ведь он позаботился о том, чтобы сделать горизонтальную подставку. Правда здорово? А более того, ледник позаботился о том, чтобы было четыре камня, чтобы на них опирался металл. Ледник позаботился, чтобы морда была, как бы морда зверей. И вообще это напоминает изображение зверя на плите. Причём, плита достаточно большая, можно было бы на этот постамент танк поставить. Вообще, у нас такие вещи делают два человека. Делает скульптор в первую часть, и архитектор делает дневную часть. Он вписывает на несколько. Ну, вот ледник хочу это совместить в одном лице. Представляете, вот так, а праздник, а праздник. Поставил плиту, и вот видите, даже маленькие камешки положил, чтобы вообще никакого перегоша не было. Давайте дальше посмотрим этот геологический объект. Видите, о чём он позаботился? Наверху надпись камень. Она не очень хорошо видна. Значит, вот. Если приглядеться, вот не кружка К. Вот дальше идёт кружка А. Лучше видна. Потому что К, она вот такая полупрозрачная. Буква М, вот она. Остальные тоже не очень хорошо видна. Это вот. Пописал ткань. Дальше, если мы не живы, я думаю, вот где-то. Камьяк. Дальше. Макоши Маяк. И Храм Яра очень большой. Вот. Значит, Маяк, то есть это ледник ещё позаботился о том, чтобы подписать. Что это такое? Слово «маяк» обозначались те объекты, которые привлекают внимание людей. Вот люди видели такой маяк, подходили, читали, и выясняли, что тут есть рядом правый маяк. Ну, примерно так, как у нас. У нас указатели есть. Или у нас сейчас фотографии, или иначе. А тогда вот такой скульптурный объект. Но нам говорят, что всё природа сделала. Вы понимаете, археологи отталкивали от себя мысль, что была очень мощная пункта. Вот я не уверен, что сейчас, в той горной местности, мы можем доставить эту технику, и мы можем сделать вот такое замечательное изображение. Я думаю, что сейчас это было бы очень сложно. Хотя это, в общем, достаточно дремитивная вещь. Дальше, пожалуйста. Вот опять-таки камень. Нам говорят, ну да, игра природы. Но что вы можете видеть в этой игре природы? Что узнаётся? Узнаётся человеческое лицо. Можете видеть глаза, нос, рот. Оказывается, они к тому же ещё и подписаны. Тут подписано Мара Мастерская, Мара Макошина, Маяк Яра, Руна Рода, Маяк Яра, Рода Бруна, Руна Рода. Чего ещё? Причём, вы видите, самые разные типы надписи есть. Вот, например, надписи. Вы видите какие? Вот надписи. То есть глаз подписан. Ну всё, чтобы мы не брали. Вот, например, вот N. Я уже не стал рассматривать. Если, конечно, смотри. А, дальше идёт К, дальше идёт К, дальше идёт А, дальше идёт слово Маск. Понятно. Дальше написано Храм. А все, кто умеет читать, все могут прочитать. Но другое дело, что мы сейчас так не пишем. Вот возьмите, например, надписи. Вы представляете мне это умение айотов, когда они видят малюсенькие надписи. Надписи примерно такого размера, как мы с вами в тетрадке пишем. Сразу возникает вопрос, а каким инструментом они писали? А, когда я начал рассматривать отображение Белоруссии на камнях, я понял, что это за инструмент. Это фреза. Значит, вот все вы бывали победители с граматологами. И вы знаете, что у них помимо сверла, ещё фреза, которая расширяет отверстие. Вот такой фрезой примерно написали. Но только стальной фрезой, просто гранит сделает нечто. Гранит плотнее, чем сталь. Поэтому, скорее всего, фреза была из более плотного камня. Но! Это такая была анализация, что её надо было обрабатывать ещё более плотного камня. То есть, может быть, она была из диоритов, может быть, она была из корпорона, а обрабатывали, наверное, эти инструменты для алмазов. Вообще, ничего себе, да? Денькие люди, которые возили такой техник. Дальше, пожалуйста. Ну, вот это вообще потрясает. Мы летели на вертолёте. И вот я из окна сделаю такую фотографию. Это фотография до обработки. День был несколько пасмурным. Но ничего, кроме скалы, мы тут не видим. Вот теперь попробуем это всё обработать. Следующий слой, пожалуйста. Что тут выясняется? Значит, выясняется, что тут несколько этажей. И каждый этаж подписан. Вот первый этаж. Вот этот квадратик. Значит, мы смотрим. Но в прямом свете не очень видно. И именно в обращенном свете и то с большим людом. Тут можно найти эти буквы. Обычно, вот при таком впечатлении, как раз. Пронтакт меньше, чем на экране, в мониторах. Тут не очень видно. Вот я выявил эти буквы. И тут написано. Это весь окна. Теперь смотрим второй этаж. Сможем вот эту вот надпись. Написано в херах. Ну вот буквы первого. Но он и так достаточно хорошо. Вся остальная книгу тоже есть. Но тут не очень контрастно, к сожалению. Дальше. Что тут ещё раз словом? Два. Это вот этот вот храм Мара. Вот первый храм начинается храм Мара. Это Мара Макши. Потому что, если мы смотрим, только не так сказать. Вот тут ещё написано Мара. Если предменить, то буквы М видно. Вот тут написано Мара. Вот. Дальше. Третий. Ряд. Перейдём. Значит, Мара Макши. Храм. Но опять. Вот буква А, например, она ярче кулоку. Так вот. Вот. Наверное, помню. Он будет больше, чем он будет больше. А то, представляете, это, конечно, очень струб-розно надо рассматривать на экране мониторов каждую муку. Вот представьте себе, что не менее десяти тысяч лет. Вот как вы думаете? Если бы даже краска занесли. Что за десять тысяч лет с краской будет? У меня же почти стоило не в остальных. Даже если бы мы выдавали, это всё будет занесено шком, пылью, с большим кругом, можно будет прочитать. Но можно. И так, значит, вот третий ряд – это храм Макши. Дальше четвёртый – храм Макши. Это уже храм Мара Яра. Пятый – это храм Яра. И шестой – это храм Роа. Вот тут вертикально написано. Я горизонтально посмотрел и прочитал эту напись. Ещё раз повторяю, всё это делать очень сложно. И вот это вот надпись я здесь распредвёл. Вот буква М, только кто близко сидит, вот видит буква М, буква А, вот буква Эл, и вот последний А. Ну, вот на мой взгляд это достаточно контрастно, потому что есть разные виды контрастные. И так, вот когда я художникам показываю, они сразу видят, они сразу видят. Они сразу видят. И сразу видят. И почему? Вы можете представить. Когда смотрят люди, которые не привыкли, определяют какие-то изображения, и мы набираемся сложнее. Ну, это понятно, так же, как скажем, гимнаст, он вам на колесе может, а кто будет делать, а кто будет делать, а кто будет делать, а кто будет делать. Вы попробуйте сделать христос, а кто никогда не занимается. Сейчас можно. Дальше, пожалуйста. Значит, вот просто такая структура славянских храмов. Теперь. недалеко от того храма, мы встретили, где был канал Мусс, и там встретили вот такое вот сооружение, или не сооружение, сам камень. Вы обратите внимание, камень, тут отличается нарезка. С вашего уважения, я пиджак в другую дорогу. Вот. Значит, обратите внимание, что нарезка идёт из первого нити, из первого нити, из первого нити, из первого нити. Причём нарезки не совпадают. На мой взгляд, это технология раскалывания камня. Вот я очень хорошо в школе нам объясняли, что древний правовой камень таким образом. Таким образом, мы их сверлили в другую, потом туда загоняли деревянные талли, потом дерево начинали вырывать, потом дерево разрывало камень. Может быть это и действует, но мы представляем разорванный камень, он же будет разорван в разных направлениях. То есть никакой плоскости, с кого не будет. Теперь вот я вам демонстрирую технику, которая реально существовала. Вы обратите внимание, что прорезь здесь не строго цилиндрическая, а коническая. То есть вверх пошире, чем вниз. То же самое и внизу мы видим. Внизу шили, кверху чуть позже. И так сначала рассверливай дык, потом простинковывалось так, чтобы было плохо. Потом делалось на рейтинг. Потом туда ввинчивали шуруп, но у нас шурупы цилиндрические, а у них шуруп был конический. Если конический шуруп, вам достаточно повернуть его на несколько градусов, чтобы было очень сильное насилие вверху. То есть как только вы буквально, на несколько градусов, завернули металлический шуруп, он начинает разрывать камень, а тем более с двух сторон. И камень рвется на плоскости. Вот тогда, да, да. Тогда пройдет на никаких ленин других. Вот вам реальная аналогия. Ну? Огума. Вот я их равными ангелами. Значит, во-первых, то место, где мы пройдем, ямка, яра и макарь. Вообще, на каком это инфекте написано? Какого ямка? Это что? Тюркский язык? Или это какой-то английский? Ну, конечно. Все по-русски. Еще раз дублируется ямка, яра и макарь. Рот. Рот – яра. Мастерская – яра. Мим – яра. Мим – это жрец. Верховная толстость. Ну, вот вы знаете слово «мимика». Скорее всего, мим – это участник дискнери, который надевал две маски – переднюю и заднюю. Зачем переднюю маску? Он не упражал свой образ. Поэтому переднюю маску упражал самогубку. А за это было более абстрактно. Для чего это делать? Вот вы прекрасно знаете, что есть такие игрушки, у нас выходим очень малыши, как такие персонажи, как «Хлюшин». Вот «Хлюшин» в этом 30-е есть. Надо увидеть, что те артисты, которые сначала озвучивали «Хлюшин», уже ушли такие. Пришли другие. Они уже немножко по другому городу. Но персонаж остался в этой маске. Знаете, где-то смерть? Но маски, где надо? Китар мимо обращался в костюм Бога, надевал маску, но ничему не говорил, по голосу его нужно даже. Если он примерно одинаковый, то Бог получил с этой системой. Но он не говорил, он, так сказать, отвечал «Мим» как «Джерсты». Ну, минимум не видно, то есть, что «Мим» как «Джерсты», а потом доверие у него было. Вот. Таким образом, «Мим» недалеко находился, и, возможно, он из-за каких-то таких камней выходил и совершал мистерли. Как вы знаете, все театральные представления вышли мистерли. Ну, и правее я показал, что еще написано на другом карте, тоже там такая цементрическая выявка. Там, скажем, «Маяк», «Мим» — «Маяк», «Рука» — «Мары», «Рука» — «Яра», «Мастерская» — «Яра», «Роны» — «Мары» — ну, и так далее. То есть, конечности. На самом деле, репертуары у нас охраны слов очень много. Ну, штук двадцать. Меня тоже часто спрашивают, почему они пишут под ней те же слова до сотни раз на одном карте. Я отвечаю, например, так, вот вы приходите в церковь, и вы это слышите, как поёт на голову. А что поёт на голову? «Господи, помидный Господи, помидный Господи, помидный Господи, помидный Господи, помидный Господи». И так пятьсот раз на голову. Что это они всего-то за голову? Вот так, по-моему, можно. То есть, это вот такие сакральные практики. Чем больше вы их скажете сейчас, или чем больше вы их скажете сейчас, тем, как сказать, больше вы их новому угодите, угодно идете. Дальше, пожалуйста. Итак, переходим теперь от надписи Грода Кирилльца или Грода Круна Макоши. В своё время мне встретилось вот такое изображение. И что меня вообще поразит? Вроде бы это изображение шырушки. Я правда не знал, как это было сначала сурганом 3. Но вы чётко видите, вот это можно прочитать как бы какую? «Н». Рядом тоже рука. Какая? «Т». Вот если приглядеться, это тоже... Ну, не очень похоже, но всё-таки какая? Ну и наконец, совсем уж обнаглеть, и представить себе спину, тоже как бы спрогиб. «М». 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 Итак, рисунок в то же время был надпися. Вот меня часто спрашивают, где вы тут нашли надпись? Простите, рисунок это и есть надпись. Вот есть такое понятие в науке очень интересное. Называется первобытный синхритизм. Что это значит синхритизм? Это единство разных, здоровых пунктов. И вот в данном случае мы это видим. Тут есть и рисунок, и надпись. Более того, вас никогда не удивляло такое, само слово «письмо». Вот я в своё время удивился, когда услышал словосочетание. «Художник написал картину». Что он, руковками написал? Нет. Так вот, оказывается, написать сначала имел смысл вот именно картину сделать. А потом, где тифорические переносные, оказывается, буквы тоже писали, но то есть рисовали, потом тоже рисовали. На самом деле это было одно и то же. Более того, как правило, когда изображали живозно, охотники в них попья втыкали, втыкали потому что, пели воинственный танец, когда они и танковали, и пели, и втыкали тротики, то есть и физическая зарядка была, и психологическая подготовка, и танец, и музыка, и поэзия, и письменность, и рисунок. Вот это синкредит. Понятно? То есть тут всё умеете. Поэтому нельзя сказать, что это чистые искусы, нельзя сказать, что это чистая наука, нельзя сказать, что это чистые охотничьи кроны. Тут всё есть. Вот так наши предки понимали культуру. Мы её сейчас отравили на отдельные вещи. Извразительность было одно, может, другое, стихи третье. А вот на голову не приходило, что рисунок можно писать. Но это вы обратите внимание. Значит, вот я написал, вернее, знаками Руницы, они все слоговые. Первый знак Ма, снова он прогибал второй знак Мо, дальше Н, с твердым знаком, с твердым знаком. То есть, в принципе, Руница похожа на то, что потом стало к Единице. Но только Руница была в водолыбом воюте. Опять небольшое лирическое выступление. В восемнадцатом веке, когда в первые познакомились с Восточным письмом, многие виды Восточного письма были слоговые. Отсюда сложилось такое мнение, что в Европе всегда писали то, что в Лунухуме, а на Москве написали то, что слоговые знаки. Каково же было удивление, когда в середине двадцатого века стали шифровывать критские надписи, и вдруг выяснилось, что линейное письмо Б, которое было дешифровано написано слоговыми, оказывается, и европейцы тоже писали слоговыми знаками. Еще раз повторяю, только в середине двадцатого века. А вот, оказывается, русские писали слоговыми знаками еще в гулярии. Следующие славы. Вот я показываю, мне удалось шифровать ну, процентов девяносто, самые частотные знаки руницы до восемь в войне. Вы видите, некоторые знаки совершенно не похожи на классические буквы, ну, вот, например, Б. Ну, больше на грузинских знаках. Или, допустим, В и Ви, они больше похожи на знаки больше-меньше. А вот знак Ни, например, он вообще-то какой-то двойной крест. Знак Ти просто крест. Кстати, вы, наверное, знаете, в Иврите в еврейском квадратном песне знак считается как Та. То есть действие, действие. Очень долгое время нам говорили, что якобы Кирилл заимствовал еврейский знак Ши для того, чтобы обередать звук Ше. На самом деле он существовал руницы. И вот такой знак, как Димуль Вэл, он считается Ше и Ши, он тоже существовал руницы. Существовал знак Ча, Чу, Чи, Ци, Ци тоже не были. Был знак С, был знак Си, Ца и Си. В общем, короче, знак П очень похож на современные, знак У очень похож на современные, хотя был знак Ни. Иными словами, какие-то знаки, скажем, такие знаки, у нас Отеров выгывают, мы таких не видели, или вот такой знак, скажем, а вот знак с перекошенной, перекладенной тоже мы не видели, но он встречается в России. Знак Ж, Ж был. Знак З, Ж был. Знак Д, Ж был. Знак В, Атлатинская В. Короче говоря, в рунице было очень много знаков, похожих на знаки какого-то современного и древнего письма. поэтому, в зависимости от того, какую надпись видели, так и читают. Если там, допустим, вот такие выгодки были, говорили, а, это по-русски. Если какие-то вот такие знаки были, говорили, а, это германскими рунами написано. Ну, короче говоря, какие знаки видели, какой письменность не причисляли. Вот я показываю, как, например, выглядела надпись, ну, тут вариации небольшие, Рунов, 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 Рунов. Это из статьи одного археолога, который доказывал, что у нас был мерный инструмент, и вот на нём были такие напиши. На самом деле, это никакой не мерный инструмент, это не сражение, это не метод, а Рунов, Рунов, вообще всё, что было исписано рунами, то есть письменными знаками, всё считалось сакральным. То есть это, скорее всего, посох какого-то жреца. Вот мимо. Вот ещё одна надпись. Я её дважды воспроизвёл. Вот, собственно, она вот здесь кончается слева. Это в каменной могиле, которая восемнадцать километров юнее Мелитого. Вот написано таким образом. Значит, считается, что это какое-то, может быть, готское средневетовое письмо. На самом деле, ничего подобного для этого русского рода. написано, «Ложи, у Камура, Руна». То есть, как их написано. Было слово «Камура». Слово «ложи» мы сейчас применяем, считается, что это просто речь, а нам сейчас попробуем говорить. «Клади», а не «ложи», тем не менее, вы знаете, гляньте на фильмы, даже вы смеете. А я им говорю, не ложь. Вот. На самом деле, это употребляет. Предлог «Ку» вместо предлога «В» во многих юных областях России встречается «Утилий», 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 «Утилий». Кто же вы знаете? Поэтому, пожалуйста, средневековое название. Вот таким образом надписи «Руницы» существовали на самом деле «Сонь». Ну, я вот самый яркий привел, потому что меня просили делать самые контрастные надписи, потому что, в условиях такого не очень хорошего освещения, малоконтрастные надписи по времени. Следующий, пожалуйста. Вот теперь, когда можно читать и «Рунинсу», и «Рунинсу», и «Рунинсу», можно смотреть, что на ко мне знаний. Вот один любитель опубликовал такой «Камень». Он не знал, что на нем написано. Вы приглядитесь каёвочечки. Вообще, такое впечатление, что вот эта вот каёвочка, это не что иное надписи. Но надписи, то есть сделанные белым на чёрным. Вот у нас особенное зрение такое, что чёрное на белым, ну хорошо считается, а белое на чёрным, они считают плохо. И вы, наверное, знаете, если вам фурнале попадает, скажем, на чёрный фоник, белый шлиф, ну одну страничку прочитает, то есть, вторую страничку прочитает, и вторую страничку оставляет, поэтому я взял и вернулся к свету. То есть, белый, сделан чёрным. И сразу стало видно, что тут есть надписи. Вот смотрите, вот как надо, что вы видите. Видите, вот наверху хрен, я просто низ отрезаю. Вот. А вот дальше, видимо, ну вот это же, можно прочитать как а. Вот этот горок непонятный, но вот это вот явно могло перец. дальше, вот это явно могло а. Дальше, вот это явно могло а. Маск. Дальше, с, л, а, б, я. Маск, славян, и а. И скифи. Дальше, и лик, и ма-ре, м. И скифа, и а-ре, и ма-ре, ма-ре. Мимы ма-ре, и моряки ма-ре. Это тоже очень интересное слово ма-ряк. Очень часто ставились обелиски перед храмом ма-ре. И они, вполне естественно, называются ма-ряк. Потом, лук, эр, выпало, получил слово ма-як. То есть, это вот просто кост ставится перед храмом, чтобы мы обратили внимание. Заметьте, вертикальные столбы. Сейчас эти вертикальные столбы, они превратились, у христиан они превратились только в храм, в храм, в храм, не видно, например. У мусульмана они превратились в минорен, в мя-ре, в мя-ре, в мя-ре, в храм. Видно, не видно. Вот это понятно. Сама надпись говорит, войди в зал хозлика. Вот в хозлика зал. Не в храм. То есть, короче говоря, на самом деле очень много надпись. Но вот эта надпись, достаточно поздняя, видите, упоминается, славяне, анты и скифы. То есть, это всё, ничто иное, как разный диалект и русский язык. Это один и тот же русский язык. Но вот, то есть даже на русский язык, а русский язык, это всё разные адпись. Это просто разные диалекты и язык. Так и так. Язык был один вопрос. Дальше, пожалуйста. Вот это очень интересная вещь. Это металлическая пластина, найденная в Соединённых Штатах. И примерно, примерно датированная двести тысяч лет до наших лет. Вот тут, по краям, легенда написана Руницей. Вот очень характерная надпись БОР, приготовка. БОР. Вот так пишется, как Владимир скажет, по букву Г, а она так и осталась. Вот я сношу сюда и читаю. БОР. БОР. ГОЛОС. Сказно. МАРЫ. ВЕСЁЛЫЕ РУЧИЧИ МАКРЫ. ВЕСЁЛЫЕ РУЧИЧИ Итак, двести тысяч лет назад наш приятность назывался РУЧИЧИ. Мы будем не русскими, мы будем веселыми. Здорово? Вот нам говорят, почему слово РУЧИЧИ не прилагает? Да, оно будет чисто. РУЧИЧИ. Что, переводить надо? ВЕСЁЛЫЕ РУЧИЧИ. МАКРЫ. МАКРЫ. И дальше. КОЗЛА, ВЛЕСЬ, ДВА. Ну, понятно. Один КОЗЕЛ МАРЫ, друг, КОЗЕЛ МАКРЫ. Вот это очень интересно. Причем, слово КОЗЕЛ редко было, чаще не самое слово КОЗЛА. Это вот Яроще продавал легенды. Теперь посмотрим, что сами КОЗЛЫЕ означают. Дальше, пожалуйста. Вот, если посмотреть, тут написано, «Битва со Злом», «МАРО КОЗЛИКО», «ЛИК» и «ЛИК МАТОШ». То есть, вот, пожалуйста. «Битва со Злом». Я очень долго не мог понять, зачем такая металлическая пластинка. Пока я не стал рассматривать другие круглые пластинки. Ну, а правда, уже не металлические, а костяны. Дальше, пожалуйста. Вот это, так называемая, монета, новостяная пещера в Ожерей Бас во Франции. Видите, тут тоже нарисован КОЗЛИК. Подписано, что это «МАРО КОЗЛИК», «КОЗЛИК МАРО». И написано одно слово «МОРГЕНИС». Вот, написано это слово вот в этом самом квадратике. Вот, приглядитесь, вот это. Смотрите, вот первая буква «Н», дальше «О», «Л» исключительно плохо, но зато «Т» вот, вот, румы, перекошки, крыши, очень хорошо видно. Итак, мы смотрели. Там была борьба со словом. Здесь предлагается молитва. Следующее, пожалуйста. Здесь, как видите, «КОРОВА» нарисована. Нет, кто-нибудь вы читали? Тут написано, что это «Кружок храма МАРО». Кстати, есть дырки и центральные отверстия, как и в предыдущем случае. Но вот одна отрасль интересная. Первая буква перевернута к верху нагадки. Если ее установить, то легко читайте, что это слово. Это слово «ПИЩА». Ну, а, наконец, посмотрим еще один кружок «МАРО». Там, правда, написано, тут написано «МАРОГЫК». Там написано уже не «Кружок», а «Кружок храма». Пожалуйста. Вот. Тут дырки центральные нет. А можно она и есть. А по «Кружкам» она «МАРО» охрану дарует. А на «Кружок храма МАРО». Итак. Какая у нас думается картина? Допустим, какие-то люди, у кого не состояли, какие-то «Кружки МАРО». Но пожилые, больные, беременные и так далее, они сами, допустим, не могут добыть ничего. Что делает храммар? Храммар выдает им кружки, как карточки. Когда им нужно, они приходят и говорят, «Ну, мне нужна лично, а давай кружок». Вот, давай кружок, подойдет впереди и нанизывает, ну что вы, да, форма четкостая. Подойдут и ищут. А другие говорят, «А мне защита нужна, пожалуйста». А третьи говорят, «А мне нужно помолиться, пожалуйста». Иными словами, храмы выполнены далеко не религиозные функции. То есть религиозные, конечно. МАРО, я вам помню, это богиня, болезнь, смерть и вообще переходы у нас создают. При храмах МАРО были больницы. При храмах МАРО были кладбищи и все эти кладбищи. При храмах МАРО производили из деревьев и доброходных, чтобы туда забрали их брать. Так что храм МАРО выдавал стражащим то, что им нужно. Вот, заметьте, это еще не деньги. Но это уже банило. Если вы представляете, баниленцы уже были социальные отношения, в таком уровне, что нам надо было зайти. Вот, это то, что выясняли. Здесь все подписано. Другое дело, не хотят это почитать, потому что им совершенно не нужно, чтобы мы все знали, что пуляевики писали по-русски, говорили по-русски, была высочайшая группа. Зачем он? Это немцам, или англичанам, или французам, или итальянам. Дальше, пожалуйста. Вот, это тот же из Америки. Это одна и та же фигурка с разных сторон. По смотрению, смотрите на него. Нашли это в девятнадцатом веке. Вообще, девятнадцатый век чем интересен, что тогда запретов почти не было. Пожалуйста, пошли что-то, публиковало где-то. Вот сейчас мы что-то нашли, в Москву ничего не публикует. Скорее всего, потому что мы нашли в водопаде, и тогда еще кто-то уже не может. А тогда это еще публиковало. И вот в США нашли эту фигурку. Причем нашли, каким образом? Никто не искал ее. На самом деле, бурили на нить. Сначала приблили примерно пять метров в этой породе достаточно, потом пять метров в кристаллической породе, а потом пошел кристалл. Велетимый смысл. Дали послушность, понятно, короче. И с глубины девяносто метров, подняли так выдели в углу, оно всего два сантиметра километра. Так что, совершенно случайно показалось. Но девяносто метров, когда они перевели этот возраст, получило не лицо, не лицо. Но даже с них дешевка ситуация, но все равно как ему нравится. Он даже для лицов не будет. В нем правда. Представляете? Люди умели делать изображения. Но если читать, что тут написано, написано очень интересно. Во-первых, тут написано, что это храм Марина. Дальше. Храм, ущелье, слепо. Часто из него это читали, когда это была слепо в Аруте. Нормально? Слепо. Не в том смысле, что она слепает. Наверное, что-то там слепало, но если бы вы не стоили выше. Опять-таки, чему ангерологи не изменялись? Вы, наверное, вообще, когда они не слышали, о подлинной гласферной хирургии. Для того, чтобы заниматься, надо поменять, может быть, чертень корыр. То есть, получается так. Сначала осадочная хирургия, потом движение хирурга, а потом опять осадочная хирурга. То есть, что получилось? Мы можем понять, что получилось. Значит, где-то примерно, там, стоил тысячи лет, там, да? Меликан. И эта часть американского континента состояла. Там сколько тысяч лет, и вообще ничего не было. А потом, когда туда опять новую осадочную хирургу принесло, вот тогда там же и не нужно найти. Она там предупрала. Ну, в общем, это будущее нашей хирурга. Почитаем, что еще написано на Дефидурге. Дальше. Дальше. Вот, что написано в мастерской, маком, храмом, маком, но вот дальше, что написано? И тело, ну, на, она, хороша и храма места. Ничего себе. Слово хороша, и слово тело, в общем, в ритмном падеже. Мака жрица, и слово жрица говорили, и слово мак, и слово место. Понимаете? Ну, я тоже могу возводить маком. Вот вы представляете, там, 900-1000 лет назад. Вот так вот. Но хмара тогда была... Кстати, есть такое подозрение, что самая высокая цивилизация была именно тогда, когда хмара была самым почитаемым божеством. Сначала она была жрицей, у мак, а потом она осталась на стоянном божеством. Это было где-то в нижнем краю. Дальше, пожалуйста. Ну, и вот последнее изображение. Таких хмары. Мак, в мак, в мак, в мак, в мак, в мак, в мак. То есть каждая сторона... Дальше, пожалуйста. Теперь я хочу показать. Есть, например, суть пример того, что на территории Соединённых Штатов Америки когда-то в Средневоскриме в мак. А вот как вам кажется это изображение головы такого же головы? У вас нет ассоциации с медведицей, которая подняла голову вверх, как скалады. Видите, вот дерево в переднем плане, оно, оно в лесике, оно маленькое, скалады. Следующий вопрос. А теперь давайте отчитаем вот здесь. Мак. Вот буквы в Гл. 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 Ну и так далее. Тут написано Макоши, Я. В Гл. А. Тут Сомос, Макоши, Макоши, и подписано, что это Макоши. Ну и в других местах Макоши, Макоши, Яра, Мара Яра, опять с Ярами вместе, но это Мара опять с Ярами вместе. Но забегая вперед, я покажу, что Мара, потом стал христианским, делая, как он, Мари, а Яр, стал христианским. И в Сухом Бой, то есть Мара, и есть изображение, где написано, Мара, с юным Яром. Ну а потом, подпись у меня, Мария, с младенцами. Так, дальше, пожалуйста. Ну а это вам как справа нравится? Да, тут на самом деле, очень много изображений. Но первое, что бросается в глаза, скорее не корова, а какой-нибудь олень, с такой вот, с младой, даже. Да, ну а теперь, давайте посмотрим. Я малую толику виден, на самом деле, это великая, и надписи пропасть. Дальше, пожалуйста. Вот, давайте, смотрите. Ну, во-первых, тут, конечно, слово Яра, огромный. О, Никита. Яра, украина. Дальше, видите, самое важное изображение. Вот, милые, смотрите, как то есть, три краничка. Дальше, огромное изображение. А вот, смотрите, кто-то из кошачьих в прыжке. Здорово, правда? Я не уверен, что каждый из вас сегодня вот так красиво может изобразить. В прыжке кого-то из кошачьих. Просто, посмотрите, как этот прозор стоит, что-то, что-то, я, один изображение, вам изображение было очень теоретное. Ну, в общем, тут очень много чего. Вот, вам теперь понятно, что такое открытый храм. К этой истории, наших лет, уходили, манили. А люди не так, как мы, я вам сегодня не принес, но, на одном изображении покажем, там женщины вот так вот, прислали. Видимо, как-то так. Ну, это пока только начало, мне нужно много изображений, чтобы поместить, как это было. Ну, вот, скала, пожалуйста, малёте, где-то, 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 значит, пожалуйста. вот, на реке, голуби, скала. Вот, если вы уплетитесь, вы увидите, тут массу миксов, и, что они летят. если вы их не видите, я вам сейчас это помогу. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, давайте смотреть, как они выглядят. вот, посмотрите, самое крупное изображение. Обычно, рот изображается старше, чем я. Рот всегда изображается стариком, а я, человеком, от 20 до 40 лет. Значит, робот, вы видите, глаза у него, может ли его нос, может ли его узкий рот, вы можете видеть, оплатистый рот. Ну, если читать, вы можете видеть, написать, ну, то есть, что делать. Ну, что еще? Видите, вот и такие изображения есть, довольно перекошенные. У Бога Рода есть изооможенные изображения, обычно он изображался из виде тигера и льва. Это его достаточно устойчивое изображение. Совсем недавно, я вам могу показать, что он был еще одним словом от ноги, и видит, какая дилка. Но, написано, было не про кордил, а кордил, и такое название получилось в 19-м веке. Почему? Дил, это лошадь, или вообще всякое животное, которое можно выразить, так сказать, а корд, это чешуя, то есть, чешуйческий корд. Это примерно такое-то словообразование, как, скажем, по-гречески, типа потан. Это лошадь, потан, это река. Вечная лошадь. Или по немецки, васа, это лошадь, это лошадь, это лошадь. Ну и правда, немножко другое животное, но вот крокодил, именно так. Следующий человек, теперь я хотел вам рассказать об очень интересной находке, которая была, именно в Болгарии. Есть такое местечко, платье. И вот там был маленький шарик, ну, примерно, пяти сантиметров в диагнозе. Что привлекло, что вроде бы тут есть надпись. Он же, конечно, немедленно. Ну, во-первых, можно почитать надпись, которая принесена внизу. Сначала вот лукья, и вверх. То есть, это у меня есть яра, мир. Красно. Ну, а у нас половина названия написано. Написано, мимо яра, карта мира, и усидяра. Нормально? Значит, это энеолит, то есть это промежуток между наолитом, и новой гроб. То оброза начинается за три тысячи лет до Новый Георг. Ну, мы понимали, чуть-чуть, где-то тридцать-десять-десять лет до Нового Георг. То есть, вот вам, пожалуйста, карта мира. Причём, где-то южное полушарие. Меня в своё время удивило, что греческие карты имеют на веруку юг на руси. Если вы видите на греческой карте, изображает верхнего и нижнего единицы. Верхний единица наверху, а нижний единица, который средиземный, он выводит в Ниму, вот он выражает как вы видите, как выражает обратно, то есть югное нет. почему-то был важным. Я не знаю, почему эту загадку ещё надо не дать. Дальше, вот если читать самые крупные надписи, есть Русьяра на краём рака, есть просто Русь, есть лики Руси. Видите, лик Русьяра огромен. Да, действительно, Русьяра занимала большую часть вновь. Русьяра, хочу вас оправдать, мы живём в эпоху Яра. Эта эпоха началась в верхнем полярнице. Ей 970 лет, и мы продолжаем жить с вами в эпоху Яра. Всё что мы видим внутри Иисуса Христа, мы видим, что он и Вика Яра, и он Сын Яра, и он вновь. Так что ну как вылетел Яр, так и не вновь. То есть просто переименовали со мной. Так что мы так и не вышли из этой из мира Яр. Но Русья постоянно порвается. То есть сначала появились семитские племена, где появился струй, потом им стали отбойки, 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 отбойки. И пошло поехало. То есть Русь она сокращается. Какая-то вся Западная Европа была Русь и завоевали. Похоже бы сказать. Во всяком случае здесь пока на этом глобусе большинство людей тоже Русья. Вот посмотрим как что называлось. Африк называлась Макарня. Причем все это описилось Руси и араб. Все написано Руси и араб. Отдельно были надписи Мозамик и Ангулы. Нам говорят что у Америка не корольная история, все что у них есть, он не ест, Макарня не верит. Прям что-то непонятно. Вот такие названия как Мозамик и Ангулы Монголи Причем в Монголии находятся врата мира. Тоже интересно. Значит как-то видимо вначале какие-нибудь там космические пришельцы они через запад приезжают и слепуют с некоторыми гипотезами западной ну таких неакалимических. Но я пока не делаю упор я думаю что я получу лучшего изображения и тогда уже точнее будем читать. Дальше пожалуйста. А вот это северное повышение. Вы приглядитесь может быть вы узнаете какие-нибудь очертания Монголы. Вот обращаю ваше внимание на первый вопрос справа. Вот внимательно приглядитесь к этому. ваше внимание ничего не будет играть. И вот это не будет играть. Мне есть такой чемпион это как раз Европа. Так, дальше что-то говорится значит все что передвою это мир Матухи. это самое опасное. Кстати слово Медведь это так с вами именно замена того слова которое было запрещено. Кстати слово Медведь тоже поезды на медведя никогда не произносит слово Медведь перед автобусом. Каково ее шахту? Самого. Каково самому? На нему. На хозяина. То есть они никогда не произносят слово Медведь. Почему? Медведь услышит и вылечит. Я знаю. Это что происходит слово Медведь означает Медо Медведь что Медведь но по украински наоборот иметь. Да это слово БЕР БЕР У нас есть слово БЕР ЛОГО БЕР Памильное БЕР А от этого БЕР русского образовалось немецкое слово БЕР Английское слово БЕР 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 А до этого было слово РИКС от какого рода РИКС 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 ГРЕЙС 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 АРКС Какой РИКС он РИКС Значит что такое Аркс буквально не убежать там где МАГР Большая МАГР МАГР Ну и вернёмся к этой карте так вот если конечно трудно на этом рисунке смотреть вот если всё-таки обозначить ну вот развернули то что тут есть примерно на 90 градусов посмотреть что значит тут видна скандинавия видно Средиземное море чёрное море видна Италия спалирух её вот но они к сожалению никак не начались во всяком случае эта часть называется Русь Макоши вот заметьте Русья начало было юным а это была Русья Макоши и Африна называлась Макоши дальше я просто к тому что лобсты и так далее ну и опять Мааре Мир Макоши 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 кстати Мамир знаете может по переводится на Китании но Мааре Мир страны богов придоханцев вообще не понятно они во всяком случае вот все что мы видим Мааре Мир ягоди то есть название богов вы видите название Дальше, пожалуйста. Теперь переводим вот очень интересные вещи, это дешифровки других названий. Дело в том, что я читаю не только явные названия, но читаю и не явные. Вот здесь я показываю книги моего проливии, француза Мои Яни, который читает мне проливии. Вообще-то русский язык читался справа налево. Но вот тут он делает исключение и вот эту надпись он читает ЛОЕЦ. Хотя вообще-то надо было читать воображение. Читает теоретично собственно. Дальше, тут он правильно читает справа налево и читает КАОН. Значит, вот ЛОЕЦ поражается с КАОНом. Ну и наконец вот эта надпись ему была не ясна. ЛОЕЦ, он ее прочитал как Энткен и нашел, знаете, как он сговорил это слово? ВАЛБАНСК. Что-то, кажется, означает победитель. Ну тоже не Энткен, но похоже. Итак, следует представление. Игрушки были албанцы. Я уже несколько слов про албанцев скажу. То есть вообще территория Албании, территория Сьерна. Албанцы там являются только в бизантийское время. Бизантийцы специально. Безвлекочевные. Но, например, журналисты и т.д. И они принимали только в деле Сьерна. Это вообще достаточно низкий уровень союзации. И вот мы заселили их в горах. И с тех пор они стали живы. И вот, оказывается, они, русские. Значит, это они построили государственную союзацию. Народ, который не читает, не писает. Само у вас гибнет. Это мой самый разный. Вот этот народ проходил через разные места. Заверстывает. Вот действительно с нейропонизм стал 21. Теперь давайте посмотрим, что реально написано. Следующий слайд, пожалуйста. То же самое изображение. Только давайте его читать, как оно написано. Первая буква С. Вторая буква Д. Вот тут еще есть дитила. И дитила образует буква Р. И когда мы читаем, получается, стрелят. Потом они, так называемый ревер, делают. Вверху приставляют. Не стрелом, а стрелом. Не стрелом, а стрелом. И вот такой вот такой вот. Стрелок или стрелок. Вам переводят, да? Цитрусский, на русский. Ну ладно. Дальше. Каон. Каон. Не читается. Вот где он нашли. Не каон. А, получается. Ткаон. Тка. Это аворис. Он был такой в прошедшее время. Глагола ткнуть. Вот. А это читается тоже в обратную сторону. Не ткне. Не ткне, но кне. Огонь. Т.е. Вместо того, чтобы ткнуть копьем, он взял и пнул с него противника. Простите, пнуть противника – это не по-лицарски. А не по-лицарски, потому что ну так. Он поступает нормально. Кстати, очень интересно. На прошлой неделе я дул в Риму, и там официалист по-русски мне сказал, что шлепы с ребром, вы понимаете, что ты русского в мире. Римское движение. Не было технологий и производ. Это я просто не к тому, что на самом деле он увидел, что это русские знали о рамках. Русские знали о других людей. Т.е. на самом деле это в эпоху возрождений всё отодвинется примерно в тысячу лет. И вот поэтому такие несуразицы пошли. Ну ладно. В общем, давайте теперь смотреть на его мащинь. Ну, я его прежде, что я правильно прочитал. Прекрасно. Обратите внимание на эту рамку. Вот если считать, что это не латый, а просто русский, то это какая-то... Скорее всего, лес. Правда? Вот это было крутое. Ну и так далее. Вот я так показываю. То есть, если прочитать то, что у него написано в пирамочке, то человек может стрелок. То, что мы там получили поэт русски, мы получили то же самое по русски. То есть, главное это не милизмом, как-то без крипта. То есть, одно и то же слово написано в разных русских кириллях. Или вот в латинском языке. Ну, почти, итальянский. Так что я понял, что я читаю правильно. И вот, если читать не явные надписи, то тут масса пояснений. Но сейчас становится ясно, кто, кого, что делает. Дальше, пожалуйста. Поэтому я еще раз хочу сказать. Тут особой сложности не было. Перевод. Возьмите. У нас сейчас есть паникен. Как такие люди и так далее. Если прочитать, что там написано в середине. А написано, да измерим ширину. Наталья. То есть, да измерение ширины Наталья. Нормально? На каком пакете? На русском. Мастерская работает. Нормально. Затон, кузнец. Что еще тут? Вот русский, как и. Дальше, как и. Ну, это вообще, я хочу сказать, что не важно. Есть зеркало. У них вот, они писали эти буквы Н. Это просто повернутые буквы З. Она на буквы. Дальше, мы читаем, читаем, воина. С. Воина. Ну, и то же самое, на фигурке. З. А кто-то там в Чехасове видно. Повернутые. Значит, опять написано воина. Человек прибыл своим. Я обращаю ваше внимание на то, как он отдает честь. Вы, наверное, знаете, там, у гречанин. Кто-то вот так. Кто-то вот так. Кто-то вот так. Кто-то вот так. Только в одной стране мира честь отдают вот так. В какой? Трудно догадаться. Достаточно только на эту фигурку посмотреть. Чтобы сказали. Какого укрепления этруски. Вот у них так выглядела яд в костюме. Заметьте, он не в пустой голове прикладывал. Куражек тогда еще не было. Но был. Головной аккорд, в общем-то, по поводу куражек. Куражек прикладывал. Вот вам, пожалуйста, этруски. Вы на лицо его посмотрите. Можно сказать, что это китайцы? Нет. 100 арабов. Нет? 500 евро. Какое? Ваше. 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 Конечно. Да? Ничего в этом догадать не может. Да? Ваше. Видите, кстати, одежду во что? Посмотрите, у него скорее всего ввязаный, как трикотаж. Облегающий. Вы знаете, облегающие одежды я видел только у военных в одной стране мира. В свое время в ДДР ввязи официальные. Эти ввязи. Но вот женщины понимают, что ее ввязи и трикотажный джак, китик. Это вы чушточку какой-нибудь деревяшечке присланили, у вас пошла задержка, она не найдется. Это только немецкие, аккуратисты офицеры. Они такие, знаете, в нашем даре, представляете? Все только. Вот. А русские, тоже были аккуратисты. Смотрите, какие у них замечательные. Не ботинки, я даже не знаю, стоят. В общем, на ногах. Что-то очень удобно. Без шнурков. Ну, видимо, по размеру ноги. Я просто прошу вас. Я не знаю, что у него в руке еще. В общем, или оружие. Ну, в общем, у меня вот эта любовь просто потрясла. Особенно, когда потрясла. С войнами. Обратите внимание. Тазмонтиния. Так же, как и в Галагонии. Не с войнами, а с войнами. Дальше. Поддержанная система рушицы. Вместо того, чтобы сказать, кому с чего же, родительная больница. Ну, не не забывайте. Да, действительно, они друг уже отходят. Если мы возьмем, например, болгарский язык. Там тоже вся поддерживающая система рушицы. Скажем. У меня есть учебник. Кратко. История. На Болгарии. То есть, у меня история Болгарии и родительная поддержка. История Болгарии. Радушно пойдешь носить. То есть, все нормально. История Болгарии. Вот тоже очень интересная надпись. Ну, читается справа на лево. Я ее делаю так, чтобы прочитать нормально. НИ. АЧИЛЕ. СЗИПАМО. АЧИЛЕ. Что значит? АЧИЛЕ. НИ. Так вот. АЧИЛЕ. Значит, что говорит Центр Сутровка? Значит, она говорит, что НИ, это на самом деле НИА. Простите. Там множественное число. АЧИЛЕ. Мы говорим, АЧИЛЕ. А АЧИЛЕ. У нас НИИ, до конца. У НИХ, до конца. У НИХ, до конца. У НИХ, до конца. Кто такой ЗИПАМО. ЗИПАМО. Это глава Бога Бога. То есть, мы умерли от главного Бога. И если мы читаем вот эти мелкие надписи, я вот говорю, что Далиле Агарыча. Храм Маркин, мы не смотрим. Все нормально. Понятно, что Маркин, но многие не смотрят. Как читали классические археологии? Им кажется, что вот эта вот буква, в слове АЧИЛЕ, это НИЧЕ, АВ, потому что похожа на латинское ЭРАХ. На самом деле, у РУДНИЦА, мы будем понимать, что это НИЧЕ и НИЧЕ. Поэтому АВ, мне предполагательнее не знаю РУДНИЦА. Я не знаю РУДНИЦА, но знаю как это мы почитаем. Правильно? А они читают МИ о ВИДНИЦА. У них слово «ай вилле» либо получается «вот», либо вообще «нимистром». То есть «я а вилле» — «нимистром». Значит, «ай вилле» — «нимистром». По реальному, если вы в экологической технологии, у них там больше половины никакого имена собственного. Сам-то никакие имена собственные знания просто не корочествуют. Дальше, пожалуйста. Вот еще надпись «на магия имена». Если прочитать, то написано. Ту — лада — малый. А — чис. Ну, не написали «чис». А — чьи. Ла — ла — чучи. Итак. Ту — лада. Хорошо. Ну, мы с вами говорим «ла-до» или «лада». И теперь еще поем «лада» или «лада». Вот. Итак. Представляете? Нет. Детишкина. А — это «есть». То есть, тут маленькая госпожа есть чиста. Почила — почудочнее. Я не знаю, что такое «чудочнее» или «в чуде почила», или, может быть, название такого типа «города». Как слово мне впервые встретилось. Ну, а в общее смысле вполне понятно. Дальше понятно. Поехали. Вот тут первая надпись латинская, а под ней надпись русская. С правого и левого. Я читаю эту русскую надпись. Сначала я воспроизвожу, как она написана. Потом я обращаюсь с левого правого. «Ей не жнили, а юна с юной». То есть, ей, ее, не жнили. «Ал» — это была. «Юна» — убита. «Юной» была убита. Не воню без амп. Тоже все понятно? Больше? Вот новая надпись. «ЛАДО ЕМ» — «С ЧЕЛ НЕМ» и «А» — «С БОЕ» — «Они» — «У ЧУТЕ». «ЛАДО ЕМ» — то есть «ЛАДО» — «Он» — «С ЧЕЛОВЕКОМ Его». Мы говорим с ней, а не говорим с ним. то есть с ним, да, с человеком его. И А с воин, и я воин, они учутся, то есть я воин у них учился. То есть вот здесь похоронен господин с его человеком, значит с его злугой, с его зависимым, и всё. Но по манерам четвёртого. Человек, вот вы знаете, что в начале 20-го века, когда Алигорь Трофилев, я и человек, мы сейчас говорим официантами, человек, как плавок, как ты. То есть человек, это не очень высокое внимание, а у злохода нет господин. Вот господин, ну ладно. Поэтому всегда подчеркиваю, что он тут похоронен господин, и его человек, и его слухов. А я воин, у них учился. Воин служил похоронение от имени воин, который учился вот только господина, значит вот, вы нам присоединили. Дякуши, пожалуйста. Вот это так называемая ревновская нампись. Как её... это аришный баскет читается. На самом деле тут написано, я думаю, вы сами сможете кривить. Ачли ми петруски. Почили мы петруски. Ещё раз повторяю, у нас окончание морского склада. Ми окончание морского склада. Ми петруски. Мы петруски. Мы погибли, сойдя на смерть. Платье, то есть ладце. Мари, то есть мара, храм. Петрусия в грехе. Мара, храм. Мари. Всё понятно. То есть, ещё раз хочу вам показать. Вот я вам показываю, ну давайте опять смотреть. Тут другое слово. Вот давайте АЧ. Вот буква А. Похоже на А. Вот это Ч. Это Л перевернутый. Кажется, нам нравится. Это Л. М. А. 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 И. Ну и опять. Другое слово. Приготовлено. Причём это У. В. 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 Ч. Ну мы говорим со ШЭ..... Все понятно. Итак, ещё раз. Мечтоже получается. Ведь русский язык, всё таки это не русский язык. Это упрощённый язык. Это диабет. Ну основу. Дальше пройдёт. Вот очень интересное, где взаиховое язык, Что такое зеркало? Бронзовое зеркало имело две стороны. Одна полировалась до зеркального блеска. И у нее женщины смотрелись. Причем они даже не почитали зеркала бронзовые и зеркала замальгамы. Почему? Вот эти зеркала замальгамы показывают еще даже величайшие морщинки. А зеркала бронзовые более тусклые и мелких морщин не видны. И это не только трудно. Поэтому какое женское лицо выглядит моложе. Понятно, что такое зеркало? Я посмотрел. Это на одной стороне. А на другой стороне были картинки. Вот тут какая-то вообще ужасная сцена. Как вы видите, отрубленная голова. Женщина пронзает ее в кирку. И на первый взгляд вообще ничего не понятно. Потому что надписи гласят. Кстати сказать. Классические кристаллогики читают так. И Менрова. И говорят, вот это Киракл, а это Менрова. Чего подобного? Читают Шеншин. Значит Шеншин. То есть прохожий. Женчат. Или Женетчат. Женщин. Но если читать складки, то можно прочитать их. Этрусин создал Рим. И ему его рушить. Вот не Бог сказал. Да, и русские создали Рим. И они думали, что они смогут его разрушить. Я упрощил в Рим. Продолжение следует. Я упрощил в Рим. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Стали обвинять городские власти. И решили остановить первого вакуумца Менковича. Спросить его. Как он относился? Женщин без правил. Вы считаете, что действие властей хорошее? Нет. Такой плохой. Вы лазите. И ничего не можете его достойте. И сделайте. Вы так и будете мадовичам. Если вы не делаете, то вам еще и тяга за горечку. Вы сами понимаете, что в Москве произойдет. Вы думаете, что ли на этом проходите? Что там произошло? Это русские, это происхождение русских. В Талии 9%. В первую очередь те, от которых стали строить Рим. То есть арабам. Потому что сейчас, когда на Кальянске просьбаны, там очень много арабских людей. Много арабских людей. Много арабских людей. То есть, кто против кого. Делать Стали. Те, кто как раз это говорит. Ну, давай вы думаете. Вы знаете. Тюркские народные люди не сомневаются. У них там по 10-12 детей. Наших один-два. В сезон не хочет. Бег, баб. Входят только в 11-12. То же самое было в Риме. Абсолютно. Дальше. Что тут еще написано? Римлянка на Этрусе помнит. То есть, римлянка, коренная жительница Рима, она, видимо, тоже было в происхождении Этрусской. Она им помогла. А вот на самом этом, на самом отробленной голове написано, что это Рим. Кстати, вы видите. Слово Рима. Мы нигде не прочитаем слово Рома. А если пишется Рома, то только исключительно в ладзинский не может. Почему? Петрусский, Песарь, Рава, Батеряна. Вы прочитаете слово Рим наоборот. Кто же вы получаете? Слово Мира. Значит, если мы хотим владеть Востоком, мы называем городом Владимир Востоком. Если мы хотим владеть Кавказом, мы про который мы говорим. Бывает Кавказ. Если мы хотим владеть миром, мы про который мы побывает мир. У меня тут даже слово «бывает» не пишет. Все понятно? Вот слово «мир» – это, видимо, действительно мы хотели установить заставу для проникновения прежде всего сибирских народов, в частности арабов, на юг Европы. Но не удалось, мы пересчитали вот эту демографическую политику. Дальше продолжается. Итак, меня это очень удивило. Значит, посмотрите, куда зеркала будут для женщин, а сюжет будет практически. Вот другую. А написано явно. Судан жнивеца. Судан – это «спитание». Спитание. Вот в предыдущих текстах мы не выпустим. Судан. Но другая. Судан. Кто такое «жнивец»? Наверное, я не понимаю. Жнивец. Жнивец. Судан. Жнивец. Судан. А дальше уже написано неявно. Шар от жнивца. Юниасия насильный. Значит, Юниасия – это «жнивец». Опять происхождение слова понятного. Юниасия – почему? Потому что Юн. Носи «ни», то есть носи его. Ну вот этот шарик, ну видимо, это не шарик, это колечко. И вот подписаны. Женщина – это «этрузия», а этот жених – это Рим, Рома. «Свидатель я». Итак, политический смысл. Рим заигрывается трудно. Рим еще тогда довольно слабый. Он еще зависит от «трури». Поэтому Рим, понятно, мужчина, «трури» или «этрузия». Собственно, почему «этрузия»? Нам все время говорят, что они сами себя называли «россиями». Они называли они себя «россиями», они всегда называли «этруз». А страну они означенно называли «этрузия». Что значит «эт»? Вот те, которые здесь оставили, теперь все русские. А которые пытаются «те»? То есть написали слово «те» справа и слева, то снова получается «этрузия». Этрузия. Та. Тарасин. Дальше, пожалуйста. Вот это их монета. Долго гадали. Что же тут написано? Давайте читаем, что написано справа подлево. Значит, справа, нижний. Вот наверх. Эти буквы обозначены. Обозначены. Ц-е-ле-ле-х-э-ко. Целково. Один целковый. На каком языке? Один целковый. Очень хорошая программа. Теперь, если мы непероятно начнем читать, то мы вдруг вычитаем. Оказывается, это монета. Чиканин в Хазари. Дальше. Пропорция и превалент монетам Хазари. Я вам напомню, что Хазари. В этом названии был такой хазарский дианат. Причем, первое из полетаний у них было иудейское, и домобилов, и каждое изгадание. Так. Вот, донизает вопрос, что ради кто хочет. Понимаете? Нам так говорят. Да? Но монетами? Она не любит. То есть, не дружить, а она не любит. Я еще раз хочу сказать. Что-то. Вот вы знаете, есть сравнительные знания. Но сравнительная история графика нет. То есть, вы сначала изучаете историю на той стороне, но не сравниваете с историей на другую. То есть, если вы начнете сравнивать, углубить, сразу. Вся история графика рушится. Вся, вот, хронология. Итак. Вы, наверное, знаете, что в торговле и бумажек его занимались не просто себе индивидуумом. Поэтому понятно, что самые лучшие пропорции, там, в год и самые лучшие деньги, это хазария. Поэтому по хазарии равняется. Значит, и есть ли она пропорционально монетам хазария всего. Я думаю, что она имеет право существовать. И дальше она эквивалентно монетам к ушанам. В ушанской царстве тоже все хорошо. Вот. А это внизу. То, что, скажем, читал Григорий Ильич. И да, сто, а, е, ж, е. Ну, я не думаю, что это. Это вот вместо 1 целухого. Дальше, пожалуйста, сейчас вам прочитаем, что на единичке написано. Вот если единичку квадробно посмотреть, то написано. То монета Олатьера, сейчас это называется Олотера, Итруска. И две полушки. Две полушки вместе с вашей стороны. Один целухого. Все нормально. Вот другая монета. Тут тоже можно прочитать. Один бог Тоскана, Итрусия. И еще раз напиши, не Тоскана, а Тазгана. Но я говорю, они означают. Это бог Тоскана. Я просто вторгнул, что... А Пул, это монеты мелкого достоинства. Обычно медные монеты. Динарии. О, крупные монеты. Ну, все будет. Что касается монет. Дальше, пожалуйста. Вот тоже очень интересный пример. Значит, когда стали читать эту надпись классические игру в Пулке, одни прочитали Калфакс. Ладно, хорошо. Другие читали Халкакс. Простите, если это написано. Надо же не читать тогда одинаково. Лучше даже говорить. Как правильно читать. На самом деле написано не то, не то. Написано Саклау. То есть сложили. Вот любой белорус меня поймет. Белорусы пишут Акая. И у белорусов вместо Эл на конце Украдка. Ну, Украдка, на течение всегда, означается так Украдка. Саклау значит Сложили. Кто с чем сложил. Он считается, что тут изображен какой-то горустик. То есть жрец, который гадает во печени. А в руках у него вроде бы печень. Давайте рассмотрим якобы печень. На самом деле вы читали. Все трудия. И еще у него на крылышке написано Рим. И не только на крылышке, на завязках написано. То есть... Так, и еще у него есть сандалии деревянные. В низу они стоят. Пару деревянных сандалей. Он стельку укладывает. То есть мы смотрим, который как Рим. В качестве ангелочки. Он хочет вложить стельку в виде Итрулии в Рим. Как государство. То есть он... Рим хочет объединить Итрулию с Римом. Но на правах подчинения Рима. Это политическая перекокута. Никакого тут жреца нет. Жрецы никогда не изображают сандаловскими крылышками. И потом деревянные сандалы. Чего здесь сандаловскими. Ну и кроме того, тут можно прочитать на крылышке слово. СОЕДИНИЛ. Ну тут сахвал. Сложил. Мастерская пары. Грузия умелая. Ну. Такая она. Стельская пара. Тоже очень интересная. В Ярденатске считается так. Играет ЧАШЧИ. То есть играет ЧАШЧИ. Что это очень интересно, что вот этот ЩЕ в некоторых регионах России приносили к другому. Адеситы приносили не ЩЕ, а КШЧЕ. Я помню, Леонид Утесов пел. Сладывал внушли зуб. А ШЧУШЧАЛЬ уложил. ШЧУШЧАЛЬ. Играет ЧАШЧЕ. То есть это просто региональная программа. Кто с кем играет чаще? Вот этот вот ангелочек, опять-таки, выходит, да, что это им. А женщина. А вот тут написано ваше слово. Ну, во-первых, тут подписано, что Петрус – мирная игра. Значит, кто же вот это сидящее, то ли даун, то ли мужчина, можно сказать. Это, во-первых, Петрузия. То есть Петрузия. Дальше – это Италия. Дальше – это Мессия, или Мессия, или Мессия. Это нын, что и нын. Вот это не было. Дальше – Трайна, правда? Это современная Болгария. Склавия. А Склавия – это часть Грекции называла бы. Склавия. Дальше – Рид. Тоже был всегда залезный. И написано дальше – «Этрусия – сильная сотворница». То есть Этрурия, она помогала всем, ведь в государственном, было самым сильным на этой части земли, самым сильным государственным образованием. Дальше – пожалуйста. «Этрусия – сильная сотворница». Ну, вот это вообще потрясающе называют. Себе такое представление, что вы мне сейчас скажете, что туру полный монохронизм. Явная надпись говорит, во-первых, «Стен», то есть «Сваты». Один из них – «Ожидая», это «ожидая», а другой – «Отдышь», то есть «отдыхать». Итак, что здесь написано? Правый – «Русь восточная», «Кримич», «Се», «А», это «дом наш». Итак, правый – это «Кримич». Проформируйте жалко. Левый персонаж – «Эльдин», «Города храма Априана». Как? Троянцы и гримичи длили одну две. В средии – кто? Ну и друск – и MoneyCon. Итак, что мне сложилось? Троянцы, петруски жители Кримичи длили одной то же. Хотя, на самом деле, мы относим Троярскую войну где-то к 11-му и 12-му веку до нашей эры, Петрушки с 8-го по 1-й века до нашей эры, Криючек в день с 8-й, 9-й век нашей эры. Украинцы, Криючек. Это я вам объясняю, почему существует сравнительная история Графии. Как только вы ее начинаете строить, Криючек. И дружки жили не в то время, и война троянская была не в то время. Дальше, Криючек написано, Рим он созидал Рим. Кто созидал Рим? Петрушки, конечно. Чонкрито. Ну и дальше, Стиак и Рим. Значит, не было слова «флаг». Было слово «Стиак». Дальше, пожалуйста. Следующее. Тут, как видите, женщина и два мужчины, это не военные. Явный, 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 говорит. Госудан, я виноват. То есть свидание, я виноват. Ну и есть женивец, то есть женивец, то есть жених. Итруска, женщина. Но не Итрузий, а Лац. Лац. Каскадий. А вот дальше, замечательные слова. Итрусевская мова. То мова трудно, но родно мовечка. А жива родной Итрузий. Как вам радуется название языка? Итрусевская мова. Есть только два рода, которые свой язык называют мова. Это белорусский, украинский, мова. Мова, как сказать, слово «мова» уйти. Там, в белом, выводят, это мова. Вот. Оказывается, эти русские декори мова. Итрусевская мова. Итрусевская мова. Просто любитель. Итрусевская мова. Итрусевская мова. Итрусевская мова. Вот, собственно, опять видеть, ходит страны. Дальше, потом. То есть, это на самом деле, все политические рекомендации. Вот еще одна практическая мова. Явная на Деонос, то есть, пример, Деонос, то есть, Деонос. Но ее можно прочитать на англоинной селула. Вот. Одна из них. Написано. Одна Люба. Паразилин. Ну, и Скловей. И не перечитайте. Искловение. И здесь Друзия. Лезность. Фридия. Рима. Рик. Так что говорим по-латынию. Оренция. Пишется Оренция. Оренция. Это примерно на территории Швейцарии. И восточнее. Искловение. Это, видимо, горная Гренция. Рим украдит мир. Дальше. Малая Азия. Дальше. Вы видите. Хорезы. Улейки. Загрузки. Иония. Маски. Дальше. 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 Опять. Дальше. Вот еще одно. Ровно. То есть так. Одно от них. Вы обсудили. Дальше. Дальше. Еще одно. Какие? Азия. В Азии имеется только Малая Азия. Кипр. Юные они. Старик. Друзья. Дальше. Ну и дальше написано. Москва. Старик. Ну и дальше. Дети. Дети. То есть. Москва. Старик. Вот. Это тоже мне популярный мотив. Это Петрулию. Мы стригаем на обычной территории. Астригаем. Жадный чистый. Глубчистый. Госпус. Голос. Петрулия. Я рука. Бирайте часы. Храм. Я прораб. Прораб Макоши. Помните. Словно сокращенное слово. Прораб. Как вы говорите. Прораб. Нормально? Прораб. Петрулия. Мать Моинницы. Что она ожидает? Ожидаю вторжения. Говорит о Труле. Причем дальше что написано. Мизия и Фригия зовут. А Поляне помогут. Значит вот. Нынешняя Румыния. А Фригия. Это часть Нижней Турции. Вот они зовут. А Поляне. Как вы говорите. Нормально? Дружки знают Поляне. Вообще как вам не нравится? Достаточно рада. Тоже зеркало. Все планы мне он. Скорее всего сделан мне он. Книг А. А. Марс. А. Руси. Рук. Дамир. Склавия. Митин. Самое первое славянское государство на территории Чехи. Причем нам враг сам. Или сам врата. Петрузия в Италии. Молчай витель 같은데. Свраков в Италии. Врате? Причем. Вариаты? Вариаты. Вариаты как они не надо. Но все их не надо. Все тоже нормально. Петрузки знаком с варенами. Дальше пожалуйста. Вот это я вам очень немного показал, чтобы вы поняли, что Петрурия как-то существует, но это просто Россия, но вот Южно-Южно-Южно-Южно. Теперь переходим к Северному землю. В Павдании на одной из церквей есть какой-то портрет, и считается, что это культурный портрет Одина. Начинаем читать, куда бы мы ни кинули там я, я, я родом, я, я, я. Это перед нами я, никакой никуда. Дальше, пожалуйста. Вот это очень интересная карта. Карта была найдена в бумагах Святого Иеронима. Святой Иероним жил в IV веке, а его предшественник был Святой Евсей. Вот Евсей я ставил какую-то карту. Но на этой карте часть написана на очень плохом латинском языке, то есть язык и неплохой, я не читаю, что это написано по-моему слову. Вот, и вот есть такие надписи, которые вообще на пустыру улицы. Вот дальше я отшифровываю и накладываю на карту археологических требований. Значит, во-первых, что означает «перевернутый»? Если его перевернуть, то мы видим, очень он похож на Рюген. У Рюгена тоже корона, как бы, эстреолог Куземир. Ну, а вот из этих других, если в обращенном свидетельстве сделать, составляет слово «магри». Дальше, тут масса на хирурнице. Крим – привидный, в России живенный. Карта – Русь, Рома. Дальше, Крим – море Баряк. Иными словами, Барякское море, Балтийское море, оно называется «море Баряк». То есть русский, в Баряке русский. Ну, и, наконец, обозначено «рущик славян». «Русь славян» – это «рущик», это «рущик». «Русь славян». «Русь славян». «Русь славян» – это «рущик». «Русь славян». «Русь славян». «Русь славян». «Русь славян». Теперь, на карте того же Евсевия можно прочитать, кто где жив. Вот были «Поморы», или племена безградов. Представляете, «Поморы» – это «раземля», как она называется, «Поморье». Потом, когда немцы пришли, она стала называться «Помна». А потом мы её обратно перевели, как «Померанин». Как будто там кто-то помирал, а никто не помирал. Дальше. Мы отзывали не «Волжские болгары». Причтите, вот были на «Волге» болгары. Они ещё не дошли до «Фраки», вот тут «Дунайской Фраки». Они ещё где-то на территории Украины. Это 4-й и 15-й период. Дальше. Есть «Даки» славян. Это вот территория нынешней Румынии. Есть «Унны». Дальше. Есть «Ворвайя» и «Годны». Есть «Склавин». Есть «Склавин» и из Греции переместились в «Онкуда». Это где-то сейчас, примерно, территория Австралии. А ещё «Северки» жили «Сербы». Но «Сербы» — «Лужицкие». Это те меньшинства, которые в Германии называются «Лужицкие сорок». Есть «Сербы» и «Лужицкие сорок». Короче говоря, это такая интересная карта, где можно, конечно, основу составить своё. Дальше, пожалуйста. Давайте теперь посмотрим на саму территорию Германии. Ну, слово «Ростов» и «Ростов» и «Ростов» и «Ростов». Садов. Вайдов. Вюкс. Хюстов. Розенов. Витсов. Кобры. Ну, «Кобры», скорее всего, «Кобры». Лис. Ру. Варен. Роженов. Но письма чуть посложнее. Рах. Ру. Рюрен — это на самом деле главный сыр. Корцов. Ну, есть Рюрик? Рюрик — Сох. Ну, вообще, его и звали, и вам, Рюрика, это фамилия, то есть Иванцов или Иван Соколов, если вы думаете, Белов, ну вот, Грак, Грак, это уже там, очень. Как вам нравилось, вообще, Исконное, Натуманное, Городовской Франции? Да не было там, вначале, где-то, в Курбусстве. Она и не забывалась, Руссия. Я Руссия. А всё, что вокруг, называлось Курбуссия. Потом звук О выпал, у него очень долго, включился Курбуссия. То есть, Бруссия, всё равно Бруссия. И Бруссия включалась вплоть до Франции. Дальше, пожалуйста. Вот это город Барн. Вообще, Барн означает «борода», но я думаю, что просто немцы перестали на этот город Барн. Сразу обратил Аркон. До сих пор, из-под стоя, шпутатульки, кирпичей, читаются надпись. Храм Прады Гаас, Ирины, грехи многих Аркон. Яра, море, море Яра, море Варяк. Море Варяк раньше назывался море Яра. Храм Макаржи, в виде святыни, Яра, острова. Страна Аркона. Столица Мира, Яра, как Аркона. Как вам нравится? Столица Мира, когда была Аркона. Аркона, как называется Аркона, Яра, Хон. Хон, то, что не было в городе. Территория Яра, Аркона. Вместо Аркона существует. Яр – город. Воин отличный, она – мир, мир. Итак, год вам столица. Причем Арконом успешно можно воевать с ним, когда Римляк стал Курлярским. Аркона. В Арконе были великолепные звука, я вам сейчас покажу, как они были. Они не просто римские войска из-за того уничтожали. Римляки ничего с ними не сделали, не могли, но они здесь, набираем римские звука, защищая свои предыдущие. По этому стали считать, что все, кто забил Арконе, играли. Дальше. Вот вам динарии. Мне это совершенно случайно. Один мой читатель, слава, он ставит, говорит, вот знаете, это динарии, но как-то вроде он германский, но я нелегко того же не нашел такого изображения. Динарии, видимо, был медленным, поэтому он антистан. Вообще, само слово динарии. Давай только продаем на словах. День, Арконе. То есть, если вы и я, и я, в целом, вам положено динарии. День, Арконе. Ну вот я осматриваю одно изображение. И вот тут не очень хорошо видно кара. Я освободил кара. Посторонние, как я это сделал. Посмотрите. Пятимочтовый парус. Даже этот последний год, последние летшие исправления Аркона, в десятом веке он держался. Словейшинской державой. Вообще, пятимочтовый кара, парус в десятом веке. Как вам нравится. Вы, наверное, помните, что у Лурина были галеры. Там один парус. Еще раз. Песень живет. А тут нигде никаких. А тут просто. Опять. Это что, я придумал? Отмаяния флота. Я просто вам оборачиваю. Ну, что дошло. Ну, и везде написано Русьяра, и везде написано Аркона. Здесь такая, да? В чем Аркона и Ярохрана. Ярохрана занимался Чикан Германии. Следующий слайд. Ну, это монета нервная. А вот были и другие монеты, которые тоже можно прочитать. Храм Гиара, Аркона. И вот, так сказать, это уже изображение Аркона. Чикань, и золотые, и серебряные монеты. Дальше. Так. Вот это очень любопытное изображение. Нам все время говорят, что Скандинавия – это тоже изгонная германская страна. Когда Штлены приобрели экологические раскопки, они нашли золотую, буквально гусь и стиль. Они назвали это култ Умбер, то есть золотые чиновички. Вот так выглядит этот култ Умбер. Но, если мы начинаем читать мелкие наописи, все написано по-русски. Морские моряки, мимы, морские асы. Причем, рабы из мавров, краба и яра. То есть, мавров, как говорили, это очень быстро. Яра моряки, яра моря моряки, яра море корабли. Яра море коса, море яра. Крабовые смелые моряки, скандинь. А им скалы яра нужно. Скалы яра, скалы яра. На скалах и стоять их грамма. Обратите внимание. По-украински или по диалекту не стоять, а стоять. Нужно русских диалектов как говорят. Яны, не это яра. Слово яны. Сейчас мы говорим дубный. Раньше говорили яны. Кстати, будет русский. Вот мы сейчас не можем объяснить, почему мы говорим, вывинить нам, вернее, единственное слово человека, потому что мы считаем слово люди. Но мы видели. Петрушки называли Господь, как? Ладен. По-моему, что мы считаем Ладен. А потом произошла замена. У меня есть одна надпись. Все слова Ладен пишутся через люди. Люди. То есть люди, это вновь, что мы считаем слово Ладо, господи. Понятно? 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 Единственное слово это. Чего лет? А множественное слово. Я говорю, вы не думаете. Вот. Вот. Тут вы видите слово ясный, ясный, ясный юный. Тоже очень интересно. Я никогда не думал, что название монеты Дюань, как вы слышите, скажите, Богу. Однако, что произошло? Вы, наверное, знаете, в каждом государстве, где-то сегодня приходит инфляция. И поэтому, чтобы ее пройти, монеты стали чеканить двойному облицам. Сначала были Драхмы. Потом появились Ди Драхмы. Потом, когда инфляция сделала Египет, стали выпускать Тетто Драхмы. Значит, когда выпустили Драхмы, это как и старые монеты. Потом стали выпускать новые монеты, не Драхмы. Это монета юная, но она раньше называлась Ян. На юге Ян звучит как А. Ань. Это юная монета. Потом стали выпускать Этто Драхмы, то есть юный Ань. Юн-Ань. Понятно? Русское название, китайский монет. Ну а Китай, как говорили, я на этой лекции дальше, как мы расскажем. Вспытный перемешательный консуль. Это челюсть подав первого фракета, на территории Мечного Нового Ореля. И вы, наверное, видите большую дыру внизу вода, свищена. Это не что иное, как учебная послуга. Храммара, одновременно югаса, и местом для питания музыкального персонала. Теперь что мы читаем внизу? Мы читаем слово «священой еж», «тяжкий дитсовый», «рваная рана». Дальше – «тракия» и «марий храм». Вот вам учебные послуги, которые показывают еж с вещевой, чтобы все знали, как выглядит смесь начальник. Понятно? Учебная послуга для Захмаков. Вообще неплохо, это соалентично. Все слова по-русски. «Борваная рана» и так далее. Дальше, пожалуйста. И вот теперь то, что чуть больше месяца назад мне открылось в одной книжке. В Эфиопии, в Археопии нашли уже теперь нижнюю часть, а верную челюсть. И когда я обраделся, я ахнул. Пожалуйста, следующий, понимаете? Значит, этой челюсти 2,3 миллиона метров. Первое, что я заметил, это вот эту монтажку. Вот я ее отдельно тебе показал. Что на ней, я считаю, с изумлением мары. Мара действительно. Мара очень часто изображалась в виде кошечек, собачек и так далее. Дальше, проще. Посмотрите, какой нос, как у старушки шерпатуряк. Глаз, губы, вот, народы. И к маре. Ну, что, правильно. Старая Мара именно так выглядит. Кстати, Маврия – да, поэтому Мара старая. Дальше. Лих-яра. Кстати, тут по ошибке написано не храм, а храм. Ну, переставили. Вот тут вот тоже интересно написано Мара. Короче говоря, это череп, это 5 тысяч. Учебные условия, храма, но уже не античного времени. А 2,3 десятых миллионов лет назад. На этой торжественной моте я хотел бы закончить. Пока вставил, предъявление ответного вопроса. Спасибо за внимание. Вопросы, которые касаются рома культуры и русской истинности. Значит, на эти вопросы будут отвечать Валерий Алексеевич. Она вопроса типа, а почему продажа этого животного москва не евреи или куда-то отвечать я? У меня первый вопрос, который меня попросил Валерий Алексеевичу перед отъездом задать, где стежали. Его очень интересует. А есть ли исследование, знаете ли вы, каким образом записывалась музыка? Записывалась ли она вообще в каком-то виде, вот до времена неолитика этого года? Я думаю, что записывалась. Есть ли что-то по-другому? Ну, во-первых, есть как-нибудь важная виброволе к записи. Это музыковеры знают, но такой очень узкий пластик. Там немножечко не так записывалась, как вот этот янцис так писал. То есть там трудно понять какой тональности отношения. Но там есть звуки, которые находятся выше нит, и там есть своеобразная запись длительности звука. Это первое. Второе. Во Франции есть скульптура, которая изображает там сущую женщину. То есть там, собственно, три варианта. Одна женщина так, а другая так, а третья так. То есть вот как бы пластику ее передавали, но вряд ли женщина беззвучно поцеловала. Скорее всего, там есть какие-то новые знаки. Пока как они, вы можете сказать. Как вам сказать, вот меня, что очень удивило, когда изображают древние какие-нибудь, даже не надписи, а просто изображения, делают очень маленькие. Я почти никогда в губернете не встречаю изображение в полной экране. Я понимаю, что оно весит много, но, скажем, на Википедии иногда помещают карты, которые в четыре экрана. Воды увеличивают и меньше. Вот если бы так изображали археологические находки, то очень многое можно было найти. А сейчас пока нет. Так что, я думаю, это открытие. Возьми микрофон. Возьми микрофон, да. Да. Стоит микрофон, правда? Да. Сейчас. Стоит. То есть, если есть, желающие задать вопрос, то подходите к микрофону. Понятно. Значит, тут у меня такой вопрос задан. Вопрос по глаголице. В глаголице есть книга по редакции Химеевича, где на каких территориях, в какие периоды, в какие народы применялась глаголица. В химе есть найденные территории глаголицы, что общего и в чем отличие от глаголицы функции улицы. Такими способами передоописаны те артефакты, которые вы рассматриваете выше. Значит, сейчас последний вопрос. В основном, что написано в нашей обычной книге Люцина? Дальше. Что касается глаголица. Насколько я понимаю, само название глаголица стоит название Руница. Руница – это довольно тяжелый вид письма. Вот я проводил обучение глаголица и Руница. Если глаголицу стали читать с первого же занятия, Руница – это только на третье занятие еле-еле как раз в этом. Почему? Потому что лигатория очень трудно размагается в части. Можно читать либо в правой части, либо в слева части. Когда скажем 4 – знак вверху, 2 – внизу, 2 – и внизу, то порядок чтения может быть любой. Чтобы понять, что написано, надо комбинаторику сделать, что у вас 16 позиций нужно будет быть. То есть вы, умея это прокрутить, не сможете в реальном масштабе времени. Поэтому для чтения Руницу нужно быть домашней приготовки. Читать с листа почти невозможно. А глаголица, почему так называется? Глаголица – это означает «говориться». То есть глаголицу можно читать с листа, прямо вот что написано, ну как мы с вами примуты читать. Именно поэлемо она и предустояла Руница. Но, появляется она в южных славянских странах. По всей видимости, она появляется сначала в Хорватии. Но мы изучаем традиции 19-го века не хорватскую глаголу, а болгарскую глаголу. Опять, в чём различие? Хорватия – страна катоническая. А римляне, где-то к среднему века, даже и квантические. Часто писали так называемым готическим шрифтом. Вот представьте себе, у вас есть перо, которое пряно пишет очень толстые линии, а по диагонали очень тонкие. И вот вы получите готический шрифт. Вертикальный, очень жирный, поперечный, в диагонали очень тонкий. И вот глаголица хорватская, она следует этому риму. А глаголица болгарская, поскольку болгария христианна, она следует греческому, а греческое весьма округлое. Вы знаете, всякие нормальные, флопеты, сплошные другие. Так что бытовала она там. Ещё она бытовала немного в честь. Что касается России, то в России её назвали без сына. Поэтому она широкого распространения в России не получила. Но почему не получила? Потому что глаголица была как раз в тех странах, которые в то время от России отбавили. Иначе бы они писали просто кириллица. Поэтому это вот такая временная замена кириллицам. Глаголица самостоятельного и очень крупного значения не имела. Имела только кириллица и кириллица. Так, ещё какие вопросы? Вот у меня. Валерий Алексеевич, я перед этой встречей опубликовал у вас на сайте Синны объявление, что состоится встреча. И в этой литейне мне ребята прислали ссылки на множество, как сказать, изображений, которые якобы уже разглядывали. И в том числе была ссылка, ну, можно сказать, что это как бы смешная ссылка, что вы разглядали руни на солнце. Правда ли это идея? Откуда это взянуть у меня? Вы понимаете, какая штука? Значит, меня заинтересовала такая вещь. Первое. Ну, сначала я понял, что и руница, и кириллица существуют на территории всего земного шага. Поэтому, естественно, вопрос возникает, а за временем земного шага выгодно что-нибудь? Значит, выяснилось, что когда появились очень хорошие фотографии Марса, то в ряде мест есть именно кириллица. Было написано слово «сырье», и было написано слово «храна Мара». То есть, во времена, когда основной богиней было Мара, это линия Бадали, видимо, наша цивилизация выплескивает за тело земли. Вообще, есть еще три образа, написанная земля, Александра Круга и Зима Кириллина. Теперь, что касается Солнца. Выясняется, что, в принципе, там тоже можно выявить определенные написи. Вот я вам хотел бы напомнить. Значит, у Чжерского была такая книга «Земное эхо в солнечном пуле». То есть, все, что происходит на Земле, является отражением солнечной активности. Если на Солнце больше активно, то на Земле меньше активно, то наше подлинение. То есть, мы в целом повторяем то, что на Солнце. Значит, если на Солнце есть какие-то надписи, наши жрецы, даже не обладатели, сколько эти надписи не будут читать. Это у них своя тема, это своя эпоха. И вот там чередуются эпоха Я, эпоха Рода. Есть надпись Родства на Солнце, есть надпись Я. Но это вполне понятно. Если Солнце, то не Рио, то не Я. Почему такое надпись Я? Надпись есть и Руния. Вообще, такое впечатление, что мы пока не осознаем, что очень может быть, что наш язык, он не совсем земного происхождения. По крайней мере, происхождение солнечной системы. Более того, как вы знаете, сейчас мы, некоторые страны, могут по своему произволу устраивать ингрессии. Возникает вопрос, почему наши предки по своему произволу не могли каким-то образом подчинять себе те самые служники плазмы, которые есть на Солнце. почему они могли что-то соединять, что-то разъединять. Ведь вот вы знаете, некоторые жрецы, они называются «олухопроводниками», могут рассеивать тучи или наоборот их собирать. Причем считают, что это не очень сложная задача. Но плазм, в принципе, может быть так же управляем, как это можно. Поэтому, как вам сказать, это край какой-то пограничный. Только-только вы начинаете исследовать. Поэтому я много определенного сказать еще сам не могу. Это нарушили все. Я думаю, что в принципе, тут как-то человеческий разум тоже зависит. Но как? И не так. И все-таки после просмотра наших слайдов, у меня остается впечатление, что очень много слайдов надуманных. Это похоже на то, как людям дают показательные копейные гущи. Что ты здесь видишь? И это вот человек видит я, и постоянно видит я. Еще хочу рассказать, что я был маленький. И 5 лет, примерно, читать не умил. И у меня произошла такая интересная история. У меня бабушка рассказала про камер, который лежал около моей кроватки. Сказала, что это про цыгань и так далее. Я начал его разглядывать. У меня постоянно начались старания, что оттуда кто-то вылазит. И он видел какие-то скрытые изображения. И понятно, что произошло и с маленьким ребенком, по которым вот что-то важно знать, и некоторые напоминают вот это. Я еще раз вам скажу. Вот я читал курсы, 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 дизайны. И показывал вот эти, ну, изображения на скалах в Америке. Я не дошел еще до своих дешифровок. Просто показал скалу. Однажды я ответил. Вот смотрите, он лик. А он лик. Понимаете, если это мои фантазии, как они могли это сделать? Ну, вы же не думаете, что это попадает в определенные знакомости. Это дизайнер. Вы считаете, что все архитекторы любят сумасшедшие? Давайте следующий вопрос. Спасибо большое. У меня вопрос насчет пациентов. Ваши фантазии. Можно, пожалуйста, ответить? По вопросу любого архитекта, ученые определяют с помощью радиоволюродного принтера. Читая, а приводит, что полураспады распадов у нас всегда было одинаково. А что? Нет, позже, позже. Нет, подробно нет. Так как радиоволюрода имеет свойство распадаться, поэтому, со временем, у его раненого процента будет все меньше и меньше. И, измерив то, что природа, можно оценить возраст у вас. Из-за этого хотелось, как мы относимся к Гориеву, который был лучшим в заре временом, и в заре временом это распадовалось более интенсивным, во многих городах раз. В этой шкале, то есть, во этой шкале, те же динозавры, которые, если мы говорим, измеренные, и, из-за этого вопроса, скажем, что кто-то оценивает, и, по-моему, на этот вопрос, и, по-моему, как вы относитесь к теории? Понятно. Я в образовании физики, могу вам сказать дальше, что методы ядерной физики, они дают только порядочные причины. Это не такие талоны, так скажем, там, методы, это первое. Второе, да, наверное, процент прицепления глироза, как и все, не честно, меняется. Но третье, ради глирозного метода можно померить только когда там, где глироза не пищит, там, где глироза нет, например, камни, там нельзя его возраст таким образом править. Ну и третье, вот у меня есть один знатонный, который считает, что, в принципе, этот метод не мерен не потому, что физика плохая, а потому, что никто не учитывает физиологию. Все думают, что глироз усваивается в панилисте. Он, делав исследование, сажал растения на разные почки. И выяснялось, что глироз в основном через порог идёт. И тогда меряете не возраст растения, а возраст почек. И получается, что вот мы посадили одно и то же растение на три разные почки. Потом сдали лабораторию, три разных анализа. Первый говорит, что это растение жило несколько тысяч лет назад. Второй анализ говорит, что это растение современное. Третий анализ говорит, что это растение будет жить ещё там через несколько тысяч лет. Понимаете как? Это вообще результат потрясающий. То есть этого растения ещё нет. Это явно к тому, что, понимаете, когда мы начинаем выливать таким-то новым методом, нужно учитывать ещё. Ещё раз повторяю, что тут хорошая, а вот физиология тут не изменилась. А в самом деле простите. Чем называют природы? Ещё раз повторяю. Понимаете? Поэтому полагаться можно только в первом приближении. Надо обязательно подкреплять другими методами. Собственно, антиологи этим занимаются. Дальше. Я вам показываю, что датировки даже относительно недавнего прошлого. Видите, они какие? Я приводил, например, пример из Великовского. Есть такой американский эксперимент. Он пишет, что на камнях времён процесса второго на одной стороне будут нарисованы икинские иерографы, а на обороте латинские иерогрические. Понимаете, как это будет? Вот. Позже сделать можно, конечно, так предположить, но на первый взгляд они одного из двух. Вот. Я ещё раз говорю, что метод датировки это пока химесовый пектакль науки. Очень многие вещи не верны в протоколе. Вот. Вы знаете, Фоменко приводит такие примеры. Мы говорим. Готический храм 12-го века. На самом деле в 12-м веке они были заложены, а достроены для нынешнего века в 19-м. Вот и датировки 12-го века. Понимаете, на самом деле очень многие вещи требуют более серьезного. Теперь вот тут вопрос. Более ярче. Конечно, он больше. Как любые люди. Причём, чем более ярная надпись, тем меньше ошибки. Чем она менее ярная, тем больше ошибки. Но это их прибор в трусах. Если у вас очень простая картинка, другой прибор в трусах. Если у вас сложная картинка, там могут такие значки. Ну вот так. Я другого метода не вижу. Понимаете? Не браться. Сзади шифровки. Только потому, что в боях завтра ошибиваешься. Ну что вы. Понимаете? Безошибочных людей. Я в этой истории науки много занимаюсь. Я знаю, что это было потрясающее ошибки. Не потому, что они хотели. И я знаю, у меня тоже самое. Допустим, я верю в Росин. Тех людей, которые этим занимались. Но они занимались определенной целью. Я говорю, что раньше в этой рисунке, когда я начинаю фотографировать, выясняю, что детали прорезей не вполне точные. А я начинаю читать по этим прорезям. И оказывается, что источники в этом не положили. Не очень точно. Вот вы знаете, есть такое поговоривание, что математика – это мельница. Если вы здоровый и все равно выводите, то у вас получается хорошая рука. А если вы гнилой и все равно выводите, то у вас получится плохая рука. Если источник хороший, то у вас получается плохой источник. Понятно? Вопросы по источнику Саньки Дак. Может быть, вы слышали, что на огромных средствах напоминали Даки, по-моему, в последней шифре. Но, насколько мне известно, в 16 веке были найдены тактички. Ну и прозвали Саньки Дак. То есть там тоже есть руны или еще какие-то… Ну, мне они не попадали. Не попадали, да? К сожалению. Вы знаете, очень много есть в мире археологии вещей известных, малоизвестных, легендарных, экологических. А, к сожалению, археология Петрифена превращается в такой закрытый клуб, куда вы со стороны тоже не попадете. Вот каждая экспедиция делает обязательный отчет. Этот отчет попадает в архив Института археологии соответствующего. Со стороны вас в этот архив не допущен, если вы не сотрудниками. Понятно? Нет. Здравствуйте, Валерий Алексеевич. У меня такой большой вопрос. Я бы хотел в целом для себя прояснить, что эти карниры у вас же исследовали и, как бы, многое архивное место. Значит, вот в 19 веке, по-моему, страной известно, там, битофиллические и другие компании начали исследовать так называемые руны. Их называли германские, по-моему, да? Оверские, там, 18-24. Разное количество определялось, причем не только по археологическим, да? Изыскание многими собственными домыслами и открытиями, да? Мы видим, тут есть, по-моему, тоже какое-то исследование, похожее на Локину, да? Ну, про инцитута, так скажем. Вот. И, в общем-то, из знаний и расшифровки тех, которыми занимались германсы и скандинавы, создавалось большое количество, на немалое количество разных эзотерических клубов, общественных хрониказаций, там, агенов и так далее. Вы с этим не познакомы, наверное, кстати? И... Зачем вопрос? Вопрос в следующем. В румах, которые они исследовали, они находили особый смысл и значение. То есть произношение символика, она означала какое-то устройство мира, взаимоотношение человека с этим миром. В ваших исследованиях, вот, славянских рун, русских рун, значит, есть ли какой-то эзотерический смысл, где можно понять всю природу вокруг нас, и как человеку в этом действует? Да, это действительно очень сложный вопрос. Значит, германские руны превращались к русских рунам. Русские рун тоже буквы. Вот славянские руны, точнее, не славянские русские руны, они не буквы, а слоговые. Вот, если говорить об эзотерической силе, то самые сильные, самые древние русские руны, дальше идут тюркские руны, и в конце идут германские руны. Тюркские руны и стратом были открыты в XIII веке двумя немцами. Радовым, сейчас не помню. Так что тюркские руны очень слабо исследованы, их примерно шесть типов, были расшифрованы только один тип. Кстати, они до сих пор были шесть. Да, действительно, эзотерическую силу не обладают. Поэтому, вот, в книге «Тюркские руны», я убедительно прошу людей, не делаю такие надписи, знаете, вот в этой книжке. Мы не знаем эзотерической рун, но вот некоторые деятели уже делают защитные приспособления, куда вставят некоторые русские руны, участвуют в медицинском учреждении, так сказать, человека неправильного, и говорят, что это действует. Они на физических приборах, говорят, что это действует. Вот, вы понимаете, это отдельно, это эзотерик. Эзотерики. У меня такое впечатление, что 90 процентов, что вот там, а остальные люди, их надо исследовать. Я, когда подключался к этому исследованию, работал в группе крутового, доктор биологических наук. Значит, были такими исследованиями, сажали экстрасенсом, он должен был воздействовать на какой-то прибор, и одновременно шла запись на микрокалорин. Вот ему, скажем, давали эту задачу, ну, допустим, я не знаю, там, что-то сдвинуть, или там, просто что-то отменить, или на что-то подействовать. Ну, давали 10 минут. Микрокалорин, это показывает, на 5-й минуте, или на 7-й, или на 2-й минуте. Идет мощный выброс. Сам экстрасенс этого не ощущает. Что он делает, он должен делать. То есть, на самом деле, это очень сложный, какой-то физиологический механизм, который надо исследовать, конечно, не отдельным прибором. Вообще целые институции, давайте только этим заниматься. Вот. Пока это очень трудно понять, но вы прекрасно знаете, собаки знают о приближающихся землетрясениях, иногда они знают о начавшихся войне, но что же они не знают? То есть, иными словами, есть какие-то воздействия на все живое. Живое это чувство. И вы когда-то это чувство просто потеряли, под воздействием разума, мы из этой сферы живем. Вот, на это надо исследовать. А, тогда продолжение этих вопросов. Еще один вопрос. Вот, как вы догадусь из-технического, какому исследованию? То есть, не прикором доверять, а собственному интуиции, и чуйкову. Вот, допустим, как вы относитесь к легенде о том, что, как Одину были даны обороны, да? Как правило? Ну, как в любой бигенде. Как в любой бигенде. Я вам напомню такую вещь. Вот казалось бы электрическим, он уже сейчас довольно хорошо расстроен. Я вам напомню, 18-ый век. Уже была изобретена электрофорная машина. И вот, было такое светское развлечение. Там и кавалеры становились в круг. Крайние упали руки на обклад лейтенских пар, то есть, конденсаторов. Крутили электрофорную машину, люди кайфовали, и через них шел ток. Вот они на себе чувствовали, что такое электричество. Вот вы примерно, сейчас предлагаете, вместо, скажем, там, вольтметра. Человек. О-о-о! Это сильно. А, это слабо. Также и высоты, где-то нужны приборы. Пока нет приборов, это все очень объективно. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте, Валерий Ацетов. Вопрос такого главы. Наверное, многие здесь присутствующих мини-электричные, изолканы, я не говорю, в России, где насосовские моменты исследуются математические методы и истории. Ваши правы отношения к этой работе? Ну, конкретно этой работы я не знаю, но есть у меня мнение о том, что мне больше всего нравятся эти исследования гороскопы, где они тут применяют астрономию, математику, физику, и остальные работают у себя, так сказать, в своей тарелке. Но, знаете, как многие исследования их очень заносят на поворотах. То есть, они подчас такие вещи, я как-то не очень уверен, что Александр Невский, он же хан Батырь, что он сам к себе в страну уехал, сам к себе давал первое направление, в общем, как-то непонятно. Они просто в одном мире истории различных времен исследовали математические исследования высчитывали его накладные друг на друга, они оказывались не идентичными в качестве оценки. просто их неверно допустим, Иисус Христос по их пониманию существовал где-то 1200 Ну, да. Понимаете, как самая яркая критерия Христоса Ну, сами понимаете, поднять людей через тысячу лет. ну, давайте сейчас на Хазар, на Потерл скажем еще что-то. Ну, сами понимаете, тысячу лет прошло, но вообще не знаем, где они были. Это нереально. А вот если это спустя несколько лет, тогда это вполне реально. Народки нет. Слушайте, у меня зовут Слава. У меня вопрос по письменности. Вот я обратил внимание, у вас в мире здесь рассматривается как в основном одним видом. рун. Да, это чем-то и леса, да, или вот, как галец, как я сейчас называю. А вот, другие виды рун вам попадаются, попадают в хорийское рун, в праге. Значит, мне, как прислали курицу Шрескину с названием «Навосточные рун». Я таких вообще слышно не слышал. Стал смотреть, вдруг увидел что-то негатуры тех же самых рун Макоши. Ну, то есть, рунницы. Теперь, что касается черты и леса, понимаете, это выражение черновиста Хаала. Был такой христианский монах, который говорит, славяне до крещения вообще ничего не умели делать. И в его словах черты и леса просто каракулы. Вы писали каракулами. Звать нашу письменность каракулами не поворачивается, вовсе не каракулы, это сакральные письма. Я эти чертами леса никогда не назвал. Назвал их так Гриневич, который их впервые стал исследовать. Но Гриневич, простите, он геолог по профессии. Братья Богу, пожалуйста. Братья Богу. Он был одет, что он начал это исследовать. Но как это называлось? Я понимаю. Я просто хочу сказать, что черты леса, с точки зрения черновиста, как храбрые, просто каракулы. Не больно. То есть он писал, что писать не умеет славяне. На самом деле славяне-то и умеет писать. Траканирование жевательное. Ну не попадалось в других разновидностей ровно. Значит утверждаю, ну допустим, когда хинею что-то ждать, что есть там какие-то знания. Допустим, буду читать, но вы мне покажите где источник, откуда это взялось. Как это можно скопировать? человеку найти не могу. Собственно, я не пытался вопрос, чтобы больше времени не встречалось. Не встречалось, нет. Более того, когда ими, где пишут, вы же знаете, у них одна книжка написана, вот так мы говорим, и он, простите, когда я там увидел знаки, которые астон ввел, как буквы или лесовицы. Причем он сам нарезаврел его на самом деле на табличках совсем по-другому. У меня есть статья, где я показывал, там, допустим, упел, прогиб в одну сторону, он когда на компьютере делает, прогиб в другую сторону. Ну, извините, он не эпиграфист. Понимаете? Он выдумал вот такую форму, а потом ее повторяет Хиневич. Какое у меня мнение к Хиневичу, если эта надпись, извините, 1994 года. А какой древний может быть и речь? Понятно? Благодарю. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Пожалуйста. Мы будем ждать вас в Новосибирске. Я хочу сделать еще, прежде чем мы вас поблагодарим, и переделать вам объявление, значит, Центр Космических факторов. Береглауса до октября месяца, следующая, на самом деле, встреча в октябре, это будет премьера в октябре, в следующую минуту, Центр Космических факторов, а сейчас давайте просто поблагодарим. Большое спасибо. С удовольствием вам придет еще раз.